youtube еще грузится я тоже открою чтобы если что смотреть там вопросы и заодно проверю что он пойдет не на не на колонки я кстати чё-то не вижу на ютюбе видео с паркланы так ссылку вижу так чё начинаем пускать людей да давайте манта к детским кажется что ссылку на youtube ты эту к нам отправил а все окей да извиняюсь там человек уже говорит пожалуйста так говорить по-английски так я вижу первый человек уже присоединился это некий макс 01 рад вас видеть списке участников подождем оставшихся из 200 с чем-то регистрации и можно начинать начинаем наверное минут через десять сегодня у нас полноценный онлайн метап если два месяца назад был метал с одним только докладом то сегодня у нас программе 3 доклада ответы на вопросы автор party так что надеюсь будет очень интересно так три участника давайте смотреть с какой скоростью добавляются люди кто окажется самым одним из самых ранних участников кто меньше всех тормозит я вижу знакомые имена моих разработчиков и некоторые незнакомые и я особенно рад видеть присоединившегося в списке участников дениса журавлева если кто не знает я напомню снова потому что не знать стыдно денис журавлев это возможно главный независимый эксперт по кликхаусу вы наверняка видели в чатах под именем дэнни крейн так 12 участников 13 16 мы начинаем через 10 минут или когда присоединится большинство из зарегистрировавшихся 200 с чем-то 200 с чем я даже не помню а пока давайте немножечко расскажу про правила сегодняшнего метапа я эти правила выведу прямо на экран итак полноценный онлайн метап в программе 3 доклада ответы на вопросы автор party все как мы любим можно участвовать через зум можно смотреть трансляцию на ютюбе онлайн но трансляция идет задержкой секунд 10 а кого интересует как я рассказываю с 10 секундной задержкой так что смотрите через зум и вопросы можно будет задавать тоже прямо через зум достаточно нажать на кнопочку поднять руку я увижу что вы подняли руку включая ваш микрофон и вы задаете вопрос прямо в живую и хорошая новость это то что сегодня у нас за все вопросы которые были заданы вживую предлагаются призы вот такие вот футболки как у меня сейчас находится здесь мы начинаем примерно через пять минут а перед тем как приступать к официальной части давайте посмотрим какие есть вопросы у самых первых самых ранних присоединившихся участников давайте попробуем если у кого-то есть вопросы кто-то хочет получить футболку нажмите на кнопку поднять руку или что-нибудь еще есть у вас зуме он отлично я вижу первый вопрос от человека с логином альти если я правильно или и айти пожалуйста ваш вопрос спасибо все прекрасно спасибо хочу футболку очень а вопрос у меня такой вот S3 поддержка в каком состоянии сейчас находится и когда примерно можно ждать поддержка находится в состоянии разработки есть прототип который в последних версиях 20.4 20.5 уже можно включить но использовать его продакшен не стоит потому что возможно изменения с обратной совместимостью и потому что производительность пока ожидает желать лучшего и короче говоря она не готова для продакшена но на уровне прототипа который можно попробовать для разработчиков которые желают поэкспериментировать это вполне годится когда ожидаемо а вот здесь во первых да вы получаете футболку ваш вопрос засчитан а когда ожидается здесь стоит задать вопрос разработчиков этой функциональности паша коваленко ваша сможешь ответить да только немножко уточняю что подразумевается под собой интеграция с S3 про табличную функцию речь или про уже хранение данных вишков merge 3 в более правильном формате конечно не про табличную функцию потому что она уже есть и все это знают да все верно но здесь могу сказать что где-то к концу года будет уже какая-нибудь бета в яндекс облаке который можно будет попробовать хорошо спасибо концу этого замечательного 2020 года функциональность ожидает быть в продакшене так и следующий вопрос до начала мероприятия осталось всего несколько минут но мы дадим людям присоединиться а пока вопросы антон покарев пожалуйста привет ребят зовут антон мы тут короче в леруа планируем тоже попользоваться продуктом очень интересно планируем собирать в него из дайна трейс это такой мониторинг собирать в него кучу безумное количество метрик хотим с нуля оформить себе схему данных вопрос вот такой если мы хотим вот такого использовать то есть метрики и таймстэмпы в большом количестве какую лучше схему данных под клихаус брать то есть это типа одна широкая таблица либо это таблица фактов и много там побитых таблиц маленьких и так далее то есть как вот правильно подойти к вопросу архитектуры вопрос на самом деле довольно многогранный и часто рассматриваются есть даже статья на сайте альтинте под названием как лучше организовать хранение метрик на могу вкратце рассказать про разные способы итак первый способ если эти метрики их множество известно заранее у них известно там имена типы ну например там потребление цифру там потребление оперативки их насчитывается ну там сотни штук какие-то или меньше ну максимум тысячи в этом случае самое оптимальное решение это по каждой метрике отдельный столбец и это стоит использовать если у вас эти метрики собираются синхронно то есть допустим раз в секунду по каждому там серверу известно значение всех этих метрик тогда вот такая схема будет самой оптимальной но ее применимость довольно ограничена она подходит далеко не для всех случаев гораздо чаще у людей люди могут отправлять совершенно произвольные метрики с произвольными именами и мы заранее знаем какие метрики к нам приедут и в этом случае тоже есть несколько схем одна из схем это такая более нормализованная что суть ее в том что есть прямо столбец с именем или идентификатором метрики этот столбец будет иметь тип либо low cardinal от стринг либо скажем это 64 если мы можем метрики захешировать и хранить хэши а потом доставать по хэшам и в качестве значения будет там float 64 или несколько столбцов для разных типов float 64 win 64 и все такое или еще одна схема в том случае если у нас большинство метрик известно заранее но есть еще несколько тех которые не такие частые но совершенно произвольные в этом случае можно использовать сначала полноценные столбцы для тех метрик которые известны а дальше вложенную структуру данных nested с под полями типа имя метрики опять low cardinal стринг и значения float 32 float 64 как будет не жалко и есть примеры как эти схемы опробованы на практике скажем для графита бэкэнда для графита используется схема где имена или как они там называются пути разделенные точечками хранятся в одном станции значения в другом станции получается не много широких строк а очень много узких строк это работает спасибо огромное примерно я понял вот второй вариант очень прям похоже на то что хотел бы использовать ну и ссылочку на статью в чатик если можно я просто сразу понял или можете сам на гугле расскажите поточнее заголовок я думаю коллеги скинут потому что есть сегодня на нашем мероприятии коллеги как раз из компании альтинити спасибо да и вам спасибо за вопрос пока мы не начали я вижу уже 45 человек присоединилась но должно быть где-то около 200 если они не потеряли ссылку и следующий вопрос давайте заслужим заслушаем потому что все хотят футболку но у многих из них уже по три штуки я думаю как у следующего человека Александр Миллен пожалуйста всем привет Александр Миллен ситимобил хотел спросить по поводу по поводу ролл-бейсет авторизации насколько она уже стабильна можно ли ее использовать в продакшене и планируется ли подключение лдапа и так далее очень хороший вопрос потому что по поводу этого вопроса у нас первый доклад полноценный там будет рассказано про ролл base access control все что нужно знать можно ли использовать продакшене ответ да будет ли интеграция с лдап и ответ тоже да но подробнее об этом вы услышите через пять минут будет выступать человек из моей команды Виталий Баранов который как раз разработал эту функциональность и дополнительно еще небольшой вопросик планируется ли в дальнейшем выпиливать авторизацию которая сейчас есть на основе файлов нет не планируется потому что у нас требования обратной совместимости все старые инсталляции должны работать после обновления но правила авторизации аутентификации у нас работают каскадным образом то есть вы можете настроить сначала суперпользователя в обычном конфигурационном файле разрешить ему выставлять права доступа с помощью SQL запросов и он будет уже создавать следующих пользователей и точно так же можно заранее предопределенное количество пользователей так и оставить в xml конфигурации они никуда не денутся они будут доступны для аутентификации и авторизации и настройки прав спасибо 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 так вы тоже получаете футболку как и все кто задали вопрос устно сегодня так ну я думаю мы подождем еще где-то 4 минуты и приступим к первому докладу а пока дадим людям возможность присоединиться и я отвечу еще на один наверное вопрос следующий вопрос от Евгения Хаберева не знаю ударение правильное или нет пожалуйста да коллеги добрый день Евгений Хаберев группа компании Skyri извиняюсь за ранее если немножко глупый вопрос может быть мы только присматриваемся к клихаусу пока реализована ли сейчас уже функциональность мерч джойнов или пока еще нет вот немножко конкретитирую вопрос мы присматриваемся методологии anchor modeling и знаю что на вертике ну за счет там мерч джойнов и проекции это все хорошо реализуется вопрос насколько сейчас такой кейс для клихауса приемлем спасибо про мерч джойна я могу сказать что да они поддерживаются но не стоит слишком сильно радоваться про метод anchor modeling если я правильно помню надеюсь надеюсь не ошибусь это способ моделирования данных когда мы чуть ли не каждое свойство каждый атрибут в отдельную таблицу кладем а потом все это джойним я прав? да все верно там шоссе нормальная форма вот на самом деле это будет вряд ли будет самым удобным вариантом для клихауса скорее всего будет работать плохо не хотелось бы расстраивать вообще нужно пробовать но я сильно не уверен что во первых я уверен что это не оптимальный для клихауса вариант гораздо лучше обычная схема звездочка она в принципе может работать но применимость под вопросом надо проверять да спасибо а тогда уточню как мерч джойны использовать что для этого нужно особенно для этого в новых версиях нужно включить настройки под названием что-то типа количество памяти перед использованием мерч джойна и выставить настройку выставить настройку join алгоритм равно авто после этого он будет включаться автоматически когда объем данных становится большим спасибо кстати я это показывал на предыдущем этапе есть видеозапись два месяца назад можете найти это на нашем канале в ютубе сейчас я расшарю скрин там будет ссылочка на канал да был бы очень благодарен спасибо вот канал называется clickhouse db спасибо так что подписывайтесь ставьте лайк ставьте колокольчик все как вы любите спасибо так у нас где-то одна минута еще осталось я на всякий случай повторю правила сегодняшнего мероприятия у нас полноценный метап три доклада ответы на вопросы автор party есть youtube трансляция это для тех кто не присоединился в зум можете отправить ссылки своим друзьям коллегам кстати интересно если перейти по ссылке будет ли она там сразу видна ну надеюсь что да если нет перейдется там видео и все такое наверное там будет написано что прямая трансляция прямо сейчас там все это задержка 10 секунд так что если вы в зуме оставайтесь в зуме и это удобно потому что можно задать вопросы прямо вживую чтобы задать вопрос вживую поднимаете руку для этого нажимаете на кнопочку с рукой там зуме я это увижу и после доклада очередного я вас включаю ваш микрофон вы свой вопрос задаете прямо вживую во-вторых я буду иногда зачитывать вопросы которые можно будет задавать telegram чате если я не пропущу их там ну какие-то вопросы оттуда зачитаю и на youtube трансляции если люди смотрят могут писать вопросы куда я буду периодически посмотрите и хорошая новость каждый кто задал вопрос именно вживую то есть сам получают от нас ценные призы футболки кликауса вот такие я знаю то что многие посещают нашими этапы далеко не в первый раз а а это у нас сорок четвертый метал и у многих из них уже есть наши футболки но если вы надеваете нашу футболку каждый день то наверно вам нужно больше и мы пришли вам больше футболок так ну давайте скорее начинать потому что сколько уже участников 61 некоторые еще не проснулись но впрочем это уже достаточно и давайте приступим к первому докладу первый доклад от ведущего разработчика кликауса из моей команды виталия баранова давайте поприветствуем виталий пожалуйста все так но меня зовут виталий я делал управление доступом на основе ролей кликаус и об этом я сейчас собираюсь рассказать ну вот начну с примера управление доступом кликаус существовало и раньше нужно было редактировать файл users . xml вот здесь я слева изобразил как это осуществлялось то есть если мы хотим создать пользоваться для с именем например элис мы для этого пользователя задаем профиль настроек ну какой-то пароль в виде хэша и указываем каким базам данных в данном случае я в качестве примера привел продукция селс данный пользователь ну то есть или сможет иметь доступ дальше идет определение самого этого профиля настроек но здесь указано что профиль с названием менеджер для него заданного настройка max-memory usage равны вот этому числу теперь в новой системе как записать то же самое это я привел справа то есть мы создаем роль привязываем к роли менеджер настройку max-memory usage равные вот такому числу дальше даем этой роли менеджер право выполнять любые операции над базами данными базами данных продавца селс и после этого создаем пользователя элис с некоторым паролем и даем пользователю или справа использовать эту роль менеджер то есть вот такой новый вариант с помощью запросов тот же самый результат получается преимущество новой системы но во первых более гибкая настройка то есть если в старом варианте мы могли давать только полные права для доступа к базе данных то в новом варианте мы можем указывать конкретные права на конкретной таблице и даже конкретные столбцы то есть вот в этом примере можно было написать например грант select он продакт второе можно но это сама концепция управление доступом на основе ролей можно ассоциировать права и настройки с ролью и потом назначать роль многим пользователям больше возможностей для задания политик защиты строк то есть raw level security настройки об этом я поговорю позже и поддерживается конструкционный кластер то есть можно задавать права сразу для всего кластера ну и последнее можно то есть не нужно редактировать юзер xml то есть можно создавать например пользователя который может редактировать других пользователей без предоставлений ему прав на редактирование каких-либо файлов центральной частью новой системы являются команды грант и револок эти команды сделаны очень похожи на то как они выглядят так других с обед ну то есть грант предоставляет некие права пользователю или роли а револок соответственно их забирает здесь я привел несколько примеров то есть слева как команда выглядит справа что она делает ну например третья строчка сверху мы предоставляем пользователю джон право делать селед столбцов x и y вот из такой таблицы ну или например третья строчка снижу мы позволяем пользователю джон использовать роль менеджер пожалуй тут единственное отличие которые заметно это то что некоторые права доступа называются иначе например вот четвертая строчка сверху grand select insert alter update в других чтобы дэбы писали просто грант поддэйт ну это связано с тем что в кликаус нет команды апдейт есть альтер апдейт ну соответственно право доступа тоже так называется в кликаус создана довольно много всевозможных прав доступа здесь вот я привел некоторые не все права доступа их их и их много подробный список можно смотреть справки они иногда имеют какие-то алиасы иногда одни права доступа включают себя другие например здесь право доступа под названием all включает в себя все права вообще например право доступа alter включает в себя alter table который в свою очередь включает в себя альтер апдейт то есть вот такие вот зависимости и существует далее в команды реву предназначен для того чтобы отозвать права данные ранее при этом вслед за mysql реализована такая концепция которая называется частичный отзыв ну или паршал ревоукс суть с этой концепции в том что мы можем когда мы отзываем права мы можем указывать после он указывает не совсем тот объект который писался когда мы право давали а однику его часть ну то есть далее права доступа для базы данных отняли права доступа для таблицы или вот как я здесь привел пример дали пользователю с именем алекс право делать селект из любых баз данных любых таблиц и и вслед за этим отняли у этого же пользователя право делать селект из таблиц некой секретной базы данных в результате у нас получается пользователь которому можно который может делать селект из всех баз данных кроме вот некоторых то есть своего рода как разность множество это работает здесь приведем другой пример по по сути то же самое то есть предоставляем право доступа к всем таблицам базы данных потом отнимаем право доступа для конкретной таблицы внутри этой базы данных и соответственно у нас есть команда show grants который показывает какие права отданы пользователю и если права пользователя заданы вот таким образом то это команда выведет ну две такие строчки то есть право будут заданы таким образом права полученные пользователю может быть разрешено использовать роль или несколько ролей при этом действует такое правило что право полученные от ролей объединяются с правами которые даны самому пользователю здесь приведет пример когда есть пользователь join ему дано право использовать роли менеджер и employee и одновременно ему дано право выполнять селект столбца i кто из некой таблицы и при этом роли менеджер свою очередь дано право выполнять селек столбца u от этой таблице аруу Роли employee дано право выполнять select столбца Z из этой таблицы. Кстати, получается, что Джон, права которого определены таким образом, сможет выполнять select всех трех столбцов, например, потому что он получил объединение всех этих прав. Его собственные права и права от ролей. Далее, когда пользователю может быть дано право использовать роли, при этом может быть дано право использовать несколько ролей сразу. При этом, если пользователь входит в систему, вот если пользователя определили таким образом, то есть позволили ему использовать две роли менеджера и employee, тогда он входит в систему, для него текущими ролями становятся, соответственно, менеджеры и employee. То есть обе эти роли становятся текущими, он получает права от них. Но есть команда setRoll, которая позволяет самому пользователю, после того, как он вошел в систему, выбрать какую-то роль из тех, что ему разрешено использовать, тогда текущей ролью будет только employee. Есть еще команда setDefaultRoll, которая позволяет, соответственно, администратору при задании прав пользователя указать, что ролью по умолчанию, когда пользователь входит в систему, будет только указанную. Если setDefaultRoll не писать, то, соответственно, когда пользователь входит в систему, для него текущими ролями будут все роли, которым разрешено использовать. Новая система предоставляет также больше возможностей задавать настройки пользователей. То есть в старом вот варианте настройки писали с users.xml, то есть нужно было создать профиль, некий профиль настроек, и, соответственно, в нем записать значение настройки и опционально записать какие-то constraint, то есть ограничения. Но в данном случае используется ограничение readonly, то есть для пользователя задано такое значение настройки, и он не сможет ее менять. В новой системе предоставляется несколько вариантов добиться того же самого. Первый вариант мы можем ассоциировать настройку непосредственно с самим пользователем. Второй вариант, он ближе всего к тому, что делалось ранее. То есть мы создаем профиль настроек, задаем для него настройку, и, соответственно, ассоциируем с пользователем данный профиль настроек. Третий вариант, через роль, можно создать роль, ассоциировать ее с пользователем, то есть создать роль, ассоциировать с ней настройку, после чего дать пользователю право использовать эту роль, и тогда, когда пользователь будет входить в систему, для него будет применяться эта настройка. Далее. Политики защиты строк или role-level security. Это возможность, которая… То есть сама концепция заключается в том, что можно задать некий фильтр, который будет применяться при выборе значений из таблицы, дополнительно к фильтру, который задан в WA. Соответственно, возможность задать фильтр, существовало и ранее, через редактирование файла users.xml. Здесь я привел некий пример. То есть для базы данных DBA и таблицы salaries мы, соответственно, задаем фильтр, который означает, что если level меньше 5, ну, level – это столбец вот в этой таблице, то, соответственно, пользователь сможет увидеть строчки, для которых level меньше 5. Ну, для тех, которые условия не выполняются, те строчки пользователь не увидит. В новой системе это можно записать таким образом, то есть мы создаем пользователя и задаем для него политику защиты строк. То есть указываем для какой таблицы и указываем, какое условие и к какому пользователю это должно применяться. Как я уже сказал, политика защиты строк, она комбинируется с тем условием, что задано в WA. То есть, соответственно, если у нас политика определена вот таким образом, level меньше 5, и пользователь делает запрос VID меньше 1000, то по факту будет использоваться условие level меньше 5 и ID меньше 1000. То есть условие комбинируется через end. Так как в новой системе политику защиты строк можно ассоциировать не только с пользователем, но и с ролью, возникает такая интересная ситуация. Если мы создадим, например, две роли, дадим право пользователю ее использовать и с каждой ролью свяжем некое условие. То есть с ролью 1, я тут в качестве примера написал A равно 1, с ролью 2, B равно 2. И возникает вопрос, если пользователю разрешено использовать обе эти роли, то какой же фильтр будет применен в итоге? Ответом на этот вопрос стала реализация вслед за PostgreSQL конструкции S-Premissive или S-Restrictive. То есть эта конструкция пишется при определении политики. Таким образом, политика становится либо разрешающей, если она как S-Premissive описана, либо ограничивающей, если как S-Restrictive. При этом по умолчанию политика разрешающая и используется следующее правило. Строка видимо для пользователя, если выполняются условия, соответственно, что любой из разрешающих фильтров и все ограничивающие фильтры должны дать истину. И тогда в этом примере получается следующее. То есть это тот пример, который был приведен выше. По умолчанию политики разрешающей, соответственно, их условия будут объединяться, используя оператор OR. Если же одну из политик определить как ограничивающую, то, соответственно, фильтры будут объединяться, используя оператор OR. Это позволяет, используя роли, добиться более гибкого задания различных фильтров. В новой системе поддерживается конструкция ON Cluster. То есть можно писать после команд управления доступом вот этот ON Cluster. То есть если у нас есть некий кластер, то мы можем писать create role ON Cluster, grant ON Cluster, create user ON Cluster и так далее. При этом вот эти вот права, то есть пользователи будут создаваться на всем кластере, права будут применяться на всем кластере и так далее. Еще один момент. Хранение параметров управления доступом. То есть когда мы выполняем команду, например, create user, понятно, что результат выполнения этой команды должен где-то сохраняться. То есть Cluster должен где-то запомнить, что пользователь был создан. Для этого используется следующее. Вначале нужно в конфигурационном файле сервера задать некий путь к папке, где будет храниться все эти параметры управления доступом. В качестве примера я вот здесь написал такой varly.cluster.access, но можно и другой. Это некая папка, она может быть пустой. И вот если мы так задали путь, то после этого, допустим, выполнение команды create user с некими настройками приводит к тому, что в этой папке появляются файлы. То есть некий одичник .sql будет хранить, ну, по сути, эту команду create user с заменой слова create на attach. И еще файл users.list будет хранить список всех пользователей и их одичники. Если затем мы поменяем, например, пользователя, ну, скажем, вот такая конструкция позволяет задать пароль. то, соответственно, файл в этот одичник .sql, он поменяется. То есть в файле появится хэш, ну, соответственно, заданного пароля. Более сложный пример. Если мы задаем пользователю, задаем роль, даем, соответственно, роли право выполнять некую операцию и затем позволяем пользователю использовать эту роль. В этом случае файлов станет уже четыре. Соответственно, одичник .sql будет хранить, по сути, вот эту команду create user. Дальше вот в таком виде хранится информация о том, что пользователю разрешено использовать роль. Ну, в данном случае роль вот с неким одичником. И дальше вот этот же id.sql хранит, собственно, саму эту роль вместе с ее разрешениями. И два файла users.list хранит список пользователей, roles.list хранит список ролей с их айдишниками. Для чего была придумана такая система с айдишниками? Ну, айдишники, они хороши по двум причинам. Первое, как я показал в этом примере, иногда вот этим записям, относящимся к пользователям, ролям нужно ссылаться друг на друга. То есть для пользователя мы должны запомнить, какие роли ему разрешено использовать. И, соответственно, если мы используем айдишники, то это позволяет, например, переименование роли проводить очень легко. Нам не нужно менять айдишник, мы меняем только запись, относящуюся к роли. Ну, и с остальными сущностями точно так же. Вторая причина, чем хороша айдишники, в том, что айдишники позволяют эффективно защититься от ситуации, когда дропается, удаляется пользователь, и затем следом создается пользователь с тем же именем. И могло быть так, что в результате ошибки при удалении пользователя что-то не до конца удалилось, и новый созданный пользователь с тем же именем получает права удаленного. Ну, так как здесь используются айдишники, это позволяет данную ситуацию эффективно исключить. Так как если команда CreateUser успешно отработает, то у нового пользователя будет заведомо другой айдишник, не тот, что у удаленного. И, соответственно, вот этой проблемы с безопасностью не будет. Вообще, я постарался сделать так, чтобы необходимость редактировать файлы в этой папке возникала пореже, но, тем не менее, такая возможность есть, если необходимо. То есть можно остановить сервер, отредактировать эти файлы, запустить снова. Что планируется дальше? Новые способы аутентификации, авторизации. Еще планируется сделать в качестве опции хранение пользователей ролей в ZooKeeper. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы можно было при определенных, то есть задав настройки определенным образом, не писать везде он кластер, а чтобы роли пользователей и так далее, которые создаются, сразу как бы распределенные применялись для всего кластера. У меня все. Да, спасибо. Отличный доклад. Действительно очень интересно и подробно, потому что именно эту возможность, AirBag, ждали, наверное, все серьезные компании. Серьезно ждали серьезные компании, типа банков, больших корпораций. Мне даже будет стыдно признаться, но я все-таки признаюсь, что некоторым людям я эту функциональность как бы обещал в марте. Не скажу, какого года, но в марте. Так вот, смотрите, значит, обещал, 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 и все, она есть, можно пользоваться. И, наверное, самый первый вопрос, который вот уже даже задали до этого, был о том, начиная с какой версии этой функциональности можно пользоваться в продакшене. Ну, вообще, какие-то фрагменты этой функциональности появились в 23, но в 23 на самом деле этим лучше не пользоваться, потому что в 24 там уже нормальная поддержка, там уже поправлены многие ошибки, то есть в 24 уже полноценная реализация, уже вполне удобная для использования. Но, например, в 25 появились, например, системные таблицы system.users, system.rolls, вот в 24 этого не было, в 25 это появилось. То есть функционал, он сейчас развивается. А вот скажи, пожалуйста, если, допустим, начать его использовать в версии 20.4, а потом поставить версию 20.5, не будет ли проблем? Ну, в общем, я предлагаю усилия, мы предлагаем усилия, чтобы не было. то есть как бы они, как это сказать, строго говоря, от ошибок никто не застрахован, но, разумеется, так сказать, совместимость, она должна быть. То есть вот эти вот все файлы, которые вот создаются для управления доступом, они все должны читаться, все команды, которые работают сейчас, тоже должны работать. Ну, то есть вот так. Так, теперь вопросы не только от меня, пусть будут, а от тех людей, которые могут получить за свой вопрос футболку. Итак, первый человек, Геннадий Мухамедзянов. Пожалуйста. Привет, коллеги. Привет. Геннадий, Rambler Group. Ну, у меня больше по безопасности этой штуке. Ну, во-первых, это файлики, могут потереться, замениться, хэши смениться могут, то есть, если бы злобный хакер условно получал доступ к этой штуке. И второе, по хранилищу. Можно ли в ClickHouse уже хранить как основу CM? Накрутить какие-нибудь дашбордики, делать сложные корреляции? Такие вопросы. Ну, давайте на первую часть Виталий, на вторую я. Ну, по поводу того, что файлики могут измениться, как это сказать, ну, в каком, то есть, вообще от этого такой вот прям защиты сильной нету, то есть, ну, как бы подразумевает, что, то есть мы, например, пароли храним в виде кэшей, по крайней мере, по умолчанию, то есть в некотором роде это защиту дает. Но, если, так сказать, пользователь может залезть и поменять все эти файлы, то, наверное, в принципе, от такого мы не защитимся. Я на всякий случай еще чуть уточню. Ну, во-первых, в файловой системе с правами доступа на эти файлы все должно быть нормально, то есть их читать и писать кроме пользователя ClickHouse и рута никто не может. Это утверждение, не вопрос. Вот. Во-вторых, если говорить про целостных данных, то с основными данными ClickHouse вы знаете, то, что все хорошо, там несколько уровней чексумирования и все такое. но для файлов пользователей этого, насколько я знаю, нет. Но вопрос, что будет, если, скажем, на диске какой-то BitRot, если у вас кластер там из тысячи серверов, то это обязательно будет и какой-то файл, но чуть-чуть содержит некорректные данные. Виталий? Сейчас, если... Спасибо за ответ. Не совсем понял. Ой. Не совсем понял вопрос. Какой-то файл содержит некорректные данные? Ну да, один BitRot поменяли, прям что будет. Ну, ну, в смысле, вот, допустим, какой-нибудь из этих ID-шник точка SQL, если содержит некорректные данные, тогда, ну, соответственно, запись не прочитается. Ну, то есть, никакой, как бы, проверки, то есть, отдельно, никакие контрольные суммы здесь не считаются. то есть, можно, допустим, ну, кто-нибудь поменяет RID-ON-LY-1, RID-ON-LY-0, то, как бы, от этого защититься сложно. Если же некорректные в плане невалидные, ну, то есть, например, там ошибки синтаксические, ну, просто файлик не распарсятся, и, ну, данный пользователь может войти в систему, например, если мы вот говорим о записи пользователя. Не, ну, здесь другой вопрос. Условно, рутовый, админская рутовая учетка внутри ClickHouse, а ты себе делаешь аналогично пользователю, клонируешь файлик, и у тебя уже есть этот доступ, предположим. Сейчас, что-то не совсем понял. я на всякий случай расскажу про сценарий. Операционная система сделать сейчас с UID-0 пользователя, также и в базе данных. Да, я расскажу на всякий случай про сценарий. Значит, тут можно отметить, что сейчас хранение этих прав в файлах, оно весьма удобно для его интроспекции. То есть, можно посмотреть в файловую систему, какие есть пользователи, если вы рут, если у вас есть доступ в файловую систему. И точно так же можно файлик какой-нибудь скопировать. Если вы имеете доступ к файловой системе, чтобы выполнить эти действия, то вы можете сделать все. И вы можете это сделать даже весьма удобно. Тем не менее, рассматриваются альтернативные варианты хранения этих прав, как Виталий упоминал в докладе. Одно из них это хранение в Zookeeper. Вот я чувствую, что когда мы говорим хранение в Zookeeper, многие из вас думают так. Только не Zookeeper. Пожалуйста. Но можно рассмотреть еще варианты. Во-первых, для аутентификации это подключение LDAP. В этом случае никаких паролей, даже хешированных, в локальной файловой системе не будет. а когда пользователи аутентифицируются, то идет запрос в LDAP и он все говорит. Это то, что сейчас находится в разработке на финальной стадии. Спасибо за ответ. Так, и следующий вопрос от Сергея Терешкина. Так, вы можете включить микрофон и зачитать свой вопрос. Раз, два, три. Да, слышно. Ага. Меня зовут Терешкин Сергей, НЦКР. И так вот вопрос. А планируется ли поддержка RegExpo в запросах грант? Так, RegExpo в запросах грант? Ну, пока на самом деле нет. А что имеется в виду? То есть, чтобы вместо, например, имени базы данных писать некий RegExpo или как? Ну, представим базу данных, в которой у нас есть сотни табличек, но которые отличаются, например, последним символом. Либо у табличек имеется какой-то префикс. И вот, предоставить пользователю доступ только к табличкам с определенным префиксом. Ну, сейчас, наверное, такой возможности нет. RegExpo можно попробовать, но это не очень хорошо сочетается с текущей системой, потому что точка-звездочка для RegExpo имеет совсем другой смысл. То есть, сейчас звездочки означают любая база, любая таблица. можно попробовать как-то получить список этих таблиц, потом сгенерировать некий скрипт, который выполнит много команд grant для каждой таблицы, например. Ну, как вариант. Я уже думал о подобном, но проблема в том, что мы не всегда знаем, какие у нас будут таблицы. Возможно, в будущем у нас еще будут добавляться таблицы. То есть, хочется задать grant заранее, в том числе для тех таблиц, которые еще даже не созданы. Да, но мы точно знаем, что у них будет префикс определенный. Ну, пока, да, такой возможности нет. Не совсем даже понятно, как ее делать, но, наверное, можно рассмотреть. Большое спасибо. Виталий, вы ведь такую гибкую систему право-доступа разработали, так что для вас эта возможность будет так, раз, щелкнуть и готово? Ну, да, наверное, можно попробовать. Единственное, что нужно придумать, как бы, как это, не знаю, разумно записывать, чтобы было понятно. Да, синтексис нужен, поэтому стоит задать встречный вопрос Сергею. А в других СОВД, как это записывается? Вообще, есть там такая возможность? К сожалению, другие СОВД я не исследовал на эту возможность. И это прекрасно, потому что появляются люди, которые работали в основном с кликхаусом и знают, что кликхаус там умеет что-то совершенно особенным образом и правильно и лучше, чем другие. Но я могу сказать про ролевую модель доступа, что здесь мы пошли немножко другим путем, несколько даже не свойственным для нас, но мне кажется, что это такой более взрослый путь. Мы реализовали по крайней мере и синтексис и семантику этих прав доступа так, чтобы у людей, которые работали с другими СОВД, как Postgres, MySQL, не было сюрпризов. То есть запросы все те же самые, а возможности даже более широкие. И если рассмотреть по сравнению с MySQL и Postgres, то у нас поддерживается больше, чем и там, и там. То есть политики защиты строк есть, которых нету в MySQL или Partial Revokes, которых нету в Postgres. И на мой взгляд это очень круто. Так, следующий вопрос от Татьяны Ш. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела уточнить про совмещение старой и новой системы аутентификации. То есть я поняла, что будут поддерживаться XML-файлы. Но вопрос, что если у нас на данный момент уже, например, созданы юзеры через XML-никах, то можно ли их осуществлять их менеджерство через SQL-запросы? Либо через SQL-запросы можно менеджерить только тех юзеров, которые были созданы через SQL-запросы? Виталий? Ну, сейчас сделано так, что они как бы существуют параллельно в некотором смысле. То есть пользователи, которые созданы через SQL-запросы, их можно менять только через SQL-запросы. Те пользователи, которые созданы через XML, их можно менять только через редактирование XML. То есть редактировать XML через SQL-запросы сейчас нельзя. Однако можно их, допустим, смотреть те права, которые заданы через SQL-запросы, можно смотреть, например, вот этой командой showgrants, ну, или там выполнять showcreateusers, она тоже будет работать для пользователей, которые созданы через XML. Почему через SQL-запросы нельзя редактировать XML? Ну, на самом деле, это показалось достаточно проблематичным что ли решением, потому что XML всегда был файлом, который редактирует администратор. Если мы начнем автоматически редактировать файл, который кто-то редактирует вручную, то, может быть, получится не совсем хорошо, кажется. А можно еще, пожалуй, от меня маленький дополнение к вопросу, извините, что перебиваю. Можно ли для пользователей, которые в XML добавят гаранты, например, уже через SQL? Нет, нельзя. То есть то, что записано в SQL, в XML остается в XML. Ну, не знаю, хорошо, или плохо, но, в общем, нормально. Так, Татьяна, пожалуйста. А есть какой-то способ автоматически мигрировать пользователей из XML в SQL? Ну, пока не реализовано. Спасибо. Вот, теперь на всякий случай еще вопрос из чатика, а дальше мы задерживаться не будем и перейдем к следующему докладу. Так, вопрос из чата. Функциональность разграничения доступа много ли добавляет накладных расходов при ее использовании? Ну, накладных расходов по идее вообще не добавляет. То есть все вот эти, потому что, например, доступ при, например, когда выполняется команда Select, право доступа, оно, естественно, проверяется не для каждой строчки, оно проверяется для запроса. Ну, то есть кажется, что никаких проблем с быстродействием быть не должно. Да, то есть выполняется там тысячу запросов в секунду, если получится, если вам повезло на сервер и на каждой из них надо проверить право доступа, это примерно ничто. Так, ну, остальные вопросы у нас будут перенесены после всех докладов, а сейчас, чтобы не задерживать, перейдем к следующему докладу, тоже очень интересный, я его уже слушал, а вы еще нет, поэтому я уверен, что вам тоже будет интересно. Доклад от разработчика из соседнего отдела, из Яндекс.Облака про интеграцию Кликхауса с объектным хранилищем данных. Давайте поприветствуем, Паша, пожалуйста. Всем привет, как мне видно, слышно? Прекрасно, видно. Отлично, сейчас я включу презентацию, как ее видно? Всем видно? Мне видно. Отлично. Меня зовут Павел, я разработчик из Яндекс.Облака, и сегодня я вам расскажу про концепцию кликауса над объектным хранилищем данных, расскажу про дизайн решения, что уже сделано на данный момент, про дальнейшие правила на развитие, а также про краткий обзор похожих решений у других аналитических базах данных. для начала немножечко важных деталей про хранение в движках таблицах типа Merge 3. В Merge 3 все данные делятся у нас на частички, именуемые как куски. Каждый кусок содержит в себе данные по колонкам, которые хранятся во множестве файлов или в одном, так называемой, компактной форме, о которой я расскажу чуть попозже. Куски у нас по своей природе иммутабельные, пишется один раз и файлы в них не модифицируются. Merge мутации не модифицируют уже существующие куски, они порождают новые. Это своего рода аналог MVCC. Clickhouse лучше работает при фильтрации агрегации большого количества данных, нежели чем при выборке каких-то точечных строк. Также Clickhouse лучше использовать при выборке какого-то подможества колонок селект всего считается плохой практикой. Также немножечко про проблем юзабилити с Clickhouse кластеров. Все данные у нас тесно связаны с узлами или шардами кластера. Это означает то, что если какой-то кусок данных был записан на какой-то конкретный шард, то штатными средствами его переместить с одного шарда на другой нельзя. Движок исполнения, движок хранения запросов это по сути одна и та же самая вещь. То есть у нас нет какого-то слоя абстракции, который позволяет писать в какое-то абстрактное хранилище. И текущий движок хранения он работает только с посексовместимой файловой системой. Данные у нас в кластере их размерность лимитирована размерностью локальных дисков узлов кластера самого. Из этого всего вытекает то, что масштабирование у нас является не самой простой операцией. Допустим, при вертикальном масштабировании, чтобы увеличить размерность всего кластера, нам нужно увеличить размерность локальных дисков на каждом узле кластера, либо добавить новые локальные диски тоже на каждый из узлов кластера. При горизонтальном масштабировании, при добавлении какого-то нового шарда, нам нужно сначала повысить его вес, дождаться пока данные по всем шардам будут плюс-минус сбалансированы по размеру, а дальше уменьшить размер данного шарда, вес точнее. И мы также не можем взять и передеплоить узел кластера при случае каких-то проблем с диском. При проблеме с диском нам нужно запускать процедуру рекавери, выкачивать какие-то недостающие куски данных с других реплик и просто так взять и переподнять упавшую ноду в каком-нибудь другом месте, как в каком-то микросервисе, мы не можем. И в принципе, чтобы делать такой stateful deployment, нам нужно иметь хорошую экспертизу как в самом кликаусе, так и в платформах, которые предоставляют автоматический deployment. Такие проблемы хорошо описаны в докладе, ссылочка, которую я оставил внизу данного слайда. И как мы можем, в принципе, улучшить текущее положение дел? Ну, во-первых, мы можем делить движок хранения движка исполнения с помощью какой-нибудь абстракции, назовем его виртуальная файлосистема, чтобы не путать пользователей. Это виртуальная файлосистема не в Linux, а которая сделана в самом кликаусе. Так как у нас все куски данных и все файлы, они у нас иммутабельные, то, в принципе, они хорошо подходят для того, чтобы складывать в какое-нибудь масштабирование объектное хранилище с высокими гарантиями доступности и хранения, такие как, допустим, S3 или HDFS. Мета-данные такие, как иерархия файлов директорий, их имена, размеры, право доступа и прочее мы можем складывать в какое-нибудь транзакционное KVL-хранилище или в революционную базу данных. Как пример, допустим, Postgres, Suzuki или даже Яндекс.Датабейс. А локальные диски мы можем использовать для кэширования или для того, чтобы складывать туда какие-нибудь временные данные. И какой мы можем получить из этого всего профит? Ну, во-первых, у нас появляется практически неограниченная размерность и целостность данных у нас теперь является частью ответственности нашего объектного хранилища. Дисковое пространство мы теперь можем использовать более эффективно, то есть хранить горячие данные на диске, как кэш, а холодные данные хранить в объектном хранилище. И нам теперь не нужно держать реплики только для HelloAbility, то есть если у нас вылетает какая-то реплика, то у нас все равно данные не теряются, все данные у нас лежат в объектном хранилище. Также нам не нужно будет передавать куски данных между репликами через пересоединение. В случае, если у нас есть какое-то объектное хранилище, каждая реплика может выкачать нужный себе кусок из него сама. И мы также можем теперь передеплоить какой-то узел кластера просто с нуля на какой-нибудь другом диске, и когда узел кастера переподнимется, он просто выкачает все необходимые данные из объектного хранилища. И это все нам открывает двери к эластичности и даже к автоскейтингу. Давайте поговорим теперь про абстракцию виртуальной файл-системы, которая нам позволяет, в принципе, такие вещи сделать. Что такое виртуальная файл-система? Как я уже говорил ранее, у нас движок хранения, движок исполнения запросов, он неделим, и движок хранения, он работает только с POSIX-совместимой файловой системой, и мы можем сделать какой-то уровень абстракции над файлами и виртуализовать все IO-операции, такие как чтение файлов, запись с них, удаление, создание и итерация по директориям, перенувание, сики, создание хардлинков. И в качестве такого слоя абстракции можно выбрать интерфейс диска. Этот интерфейс уже существовал ранее, он используется для резервации места, а теперь он уже выполняет полноценные функции работы с файловой системой. И при таком подходе мы автоматически получаем интеграцию с уже существующим человеком как сторож политики. Все вызовы обычной файловой системы мы можем закинуть в первую имплементацию от интерфейса disk local, чтобы обеспечить обратную совместимость с текущим поведением. И мы можем этот интерфейс диска имплементировать как нам захочется, можем делать имплементацию на основе S3, HDFS, хранить все данные памяти и вообще что угодно. И эта работа уже на самом деле проделана для движков Merge 3 и для движков типа Log. И в качестве первой реализации такого интерфейса disk мы выбрали S3. Почему? Ну, во-первых, у Яндекса уже есть свое собственное объектное хранилище, которое имеет S3-совместимый протокол. Также есть множество разных других имплементаций S3 в облаке, такие как AWS, Google Cloud или Azure. И сам по себе S3 это довольно простой. Он имеет довольно простой API, а также поддерживает range-запросы. Range-допрос нам позволяет вычитать какую-то часть файла, а не его весь целиком. Это нам нужно для поддержки, допустим, сиков по файлам. Также мы получаем интеграцию с языком C++, с коробки под названием... Библиотека называется AWS SDK. И как у нас сейчас устроен наш S3-диск? Как я уже говорил ранее, в качестве хранилища метаданных можно использовать какую-нибудь революционную пазу данных, но для ускорения разработки прототипа можно это все хранить и на локальной файлосистеме. В этом случае у нас формат хранения файлов является ровно таким же, как если бы мы хранили наши куски и файлы на локальном диске, только теперь эти файлы содержат не реальные данные, а метаданные на самом деле. А реальные данные у нас сохраняются в S3-объекты с каким-нибудь случайным именем. И файл с метаданными у нас теперь содержит список S3-объектов, на которые он ссылается, который формирует его реальный контент. Размер всех этих S3-объектов и количество ссылок на этих файлов, это нужно для реализации hardlink. И этот диск он возвращает для чтения записи такие же буфера, как для записи в обычные файлы с поддержкой append и sika. И небольшая ремарка, append в движках типа merge 3 не используется, он нужен только для того, чтобы поддержать полную функциональность лог-движков. И вот так примерно у нас выглядит файл с метаданными. Вначале у нас идет сама версия, потом у нас идет сколько объектов в нем хранится, их суммарный размер. Далее идут по списку размер объекта и путь в S3, на который этот объект ссылается, и количество ссылок на этот файл. И в принципе очень похожую схему хранения мы можем сделать в виде таблицы в какой-нибудь революционной базе данных или в какой-нибудь key-value хранилище. И как это все можно использовать? Использовать сейчас можно это в двух вариациях. В первую вариацию мы просто все данные пишем напрямую в S3 и читаем тоже напрямую из S3. И мы можем воспользоваться текущей кичой как storage политики, объявить там диск с типом S3, указать S3 endpoint, куда складывать и читать данные, указать параметры аутентификации и сделать storage политику, у которого будет один volume с этим самым диском S3. И в коде это выглядит очень довольно просто. То есть мы просто в сеттингах при создании таблицы типа MERS-3 указываем storage политику, которую мы объявили. А также можно на самом деле хранить горячие данные на локальном диске, а холодные данные с помощью табличного TTL потихоньку складывать в S3. И в этом случае мы можем добавить еще локальный диск в нашу storage политику и добавить его в отдельный volume. И при создании таблицы мы можем указать табличный TTL, который нам говорит о том, что все данные старше одного месяца автоматически переливать в S3. Давайте поговорим теперь про перформанс. В качестве перформанс-мечмарка мы создали один инстанс в Clickhouse в Яндекс.Облаке с тремя ядрами и 16 гигабайтами оперативной памяти. S3 в облаке уже есть. И замер производительности проводился против сетевых дисков типа HDD, у которых чтение в один поток примерно 94 мегабайта в секунду, а S3 на одно соединение выдает порядка 55 мегабайт в секунду. В качестве данных, на которых проводилось само тестирование, это часть данных сендекс-метрики, они же используются в стейтфул-тестах самого Clickhouse. И чуть ниже по слайду у нас есть две таблицы со следующими количествами колонок и их размерностью. И мы делали два бенчмарка, бенчмарк на insert и бенчмарк на select. Для бенчмарка на insert мы использовали компактную форму кусков. Как я уже говорил в самом начале, есть такая фича Clickhouse, которая позволяет все данные по колонкам складывать не в отдельные файлы, а в один файл. И эту опцию можно включать с помощью специальной настройки, которая говорит о том, что если размер куска у нас меньше какого-то значения, то мы можем использовать компактную форму, а если больше, то обычную дефолтную форму с множеством файлов. И время замерялось просто через time, и мы загружали CSV файл через Clickhouse клиент. А при бенчмарке на select мы для начала выполнили Optimize Final на все таблицы для того, чтобы все куски, которые получились при insert, у нас принудительно смержились в один большой кусок. И перед исполнением каждого запроса мы дропали PageCash для того, чтобы протестировать именно реальную скорость локального диска, когда у нас данные не попадают в PageCash и реальную скорость S3. И запросы выполнялись несколько раз, и мы выбирали лучший результат. И какие у нас теперь результаты. На диаграммке у нас сразу говорю, что чем меньше значение, тем лучше. При бенчмарке на insert у нас получилась разница около порядка 3%. То есть разница между insert в S3 или на NCD диск довольно незначительная. Для select запросов было выбрано порядка 5 запросов, где используется фильтрация, агрегация. Часть из них тоже есть в Stateful Test Clickhouse. Они занумерованы от 1 до 5. И какие у нас там получились результаты. Как видно из этой диаграммы, что перформанс-дроп у нас был не на порядок, а он варьировался от 26 до 118%, что в принципе довольно неплохо, учитывая то, что работа с S3 пока никак особо не оптимизирована. И какие мы можем вообще сделать выводы из этого бенчмарка. Во-первых, у нас S3 имеет довольно большой latency даже на самые маленькие запросы. Особенно это чувствуется на записи. Допустим, чтобы записать файл с какой-нибудь колонкой, нам необходимо выполнить аж целых 6 запросов в S3. Это инициация загрузки файла, сама загрузка файла, завершение загрузки файла. И файл с колонкой у нас на самом деле их два. Один хранит сами данные, а второй засечки по ним. И в принципе, когда мы данные инсертим, селектим из S3, то их скорость самого запроса, она линейно зависит от количества файлов, исходя из того, что я предыдущий сказал про latency. И пейдж кэш у нас для S3 он не работает, то есть все данные летят мимо этого пейдж кэша. Но внутри кликауса есть внутренний кэш-засетчик, который, в принципе, хорошо улучшает сам latency. Вот еще важное замечание то, что сики по файлам, когда нам нужно вычитать не весь файл, а какую-то ее часть, они реализованы не самым оптимальным способом. То есть S3, он выкачивает весь файл целиком, а не делит его на какие-то чанки. И в принципе, работа по тому, чтобы пофиксить это поведение, она уже частично сделана. И, в принципе, лучший сценарий для запросов, если используется S3, это последовательное чтение больших файлов. И, в принципе, запись, так как у нас запись, пускай сейчас происходит в один поток, мы можем, в принципе, это дело распараллелить, и это должно хорошо улучшить перформанс, так же, как и кэширование. Теперь поговорим про дальнейшие планы по улучшению данного функционала. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это движок для хранения метаданных. Как уже говорил ранее, у нас сейчас используется просто локальная файл-система, а хотелось бы использовать какой-нибудь транзакционный движок, чтобы делать консистентные изменения в кусках данных. Так как мы не можем сделать распределенную транзакцию между объектным хранилищем и, собственно говоря, хранилищем метаданных, то мы для начала будем писать данные в самообъектное хранилище, а потом делать транзакционный коммит метаданных. В этом случае у нас, в принципе, этот коммит может пофейлиться или узел упасть, и в этом случае у нас могут оставаться какие-то стейл-объекты в объектных хранилище, которые можно периодически подчищать оттуда. И также очень важно сделать именно движок хранения метаданных расшаренным между всеми нодами для того, чтобы правильно, удобно сделать референс-каунты. Они нужны для того, чтобы сделать реализацию хардлинков, а также для того, чтобы расшаривать какой-то кусок данных между репликами, не копируя его на каждую реплику отдельно, а храняя его только в объектном хранилище. И в качестве такого движка хранения метаданных можем выбрать Postgres или, допустим, ZooKeeper. Следующая вещь, о которой хотелось поговорить, это кэширование на диске. Мы можем, в принципе, и нужно это делать, кэшировать куски данных на локальный диск, чтобы иметь лучшую латенсию на запросы. Нам, в первую очередь, необходимо кэшировать файлы с источками и файлы с индексами, так как они используются для первичной фильтрации и акцессы, в самой первой очереди, довольно часто. И так как мы в нашу схему между объектом хранилищем данных и клихаусом встраиваем кэш, у нас автоматически есть проблемы с когенетностью кэшей. То есть, нам теперь нужно решать проблемы с консистентностью данных внутри кэша и в самом объектном хранилище. И здесь мы можем выбирать между разными моделями консистентности. Можем сделать строгую консистентность. Это то, когда клиент у нас получает acknowledgement на insert, когда у нас сам кусок данных уже непосредственно загружено в объектное хранилище данных. Можем сделать также eventual consistency. Здесь мы можем сначала писать данные в кэш, а потом их асинхронно переклицировать в объектное хранилище. Но здесь у нас может возникать небольшое окно по времени и в случае, допустим, отказа диска, на котором был кэш, мы можем потерять какие-то данные. Также мы можем кэшировать некоторые данные заранее. То есть мы, допустим, знаем, что в каком-то запросе мы будем обращаться к теми или иным кускам и к определенным файлам с колонками. В этом случае мы можем начать инициацию загрузки их в бэкграунде заранее. И когда мы уже непосредственно будем их учитывать, они у нас уже будут на диске, и это должно помочь улучшить latency и support. И немножко такие уже далекие, но тоже очень важные планы – это виртуальное шардирование. Как я уже говорил ранее, у нас все данные тесно связаны с шардами, то есть мы кусок данных между шардами перекидывать не можем. И для решения этой проблемы можем, в принципе, делить все данные на партиции и привязывать кусок данных к какой-то логической партиции. А партиции уже раскидывать между шардами при помощи консистентного или доухаширования. И когда у нас, допустим, какой-нибудь узел кластера входит или выходит, то часть партиции, на которой он владел, мы можем перераспределить между другими узлами кластера. И в случае перераспределения этих данных нам даже не нужно делать шафлинг какой-то. Потому что у нас все данные уже лежат в объектном хранилище, и узлы кластера, которые получили какие-то партиции, они могут эти партиции начать качать из самого объектного хранилища. И это нам, в принципе, открывает дорогу к скейлингу на лету. То есть, допустим, ситуация, что пользователи делают очень много запросов, мы понимаем, что нам не хватает производительности нашего кластера, и мы хотим увеличить парализм на чтение. В этом случае мы можем быстро докинуть часть нод в кластер на лету, а не подхватить какие-то партиции, и автоматически у нас перформанс должен улучшиться. И потом, уже после всего этого, мы можем, в принципе, избавляться от понятия дистрибьютори и репликейтинг таблиц. Теперь немножечко, как что-то похожее устроено в других аналитических базах данных. Сейчас будет небольшой такой краткий обзор. Первое, о каких базах хотелось бы поговорить, о других пинотах. У них у обоих есть концепт глубокого хранилища, хранилища, то есть эти базы данных не хранят данные на качестве основного хранилища на локальных дисках, а используют какое-то глубокое хранилище или data storage. В качестве их реализации они используют S3, HDFS, Azure. И они используют глубокое хранилище для того, чтобы туда данные складывать, бэкапить, или для того, чтобы их передавать между узлами кластера, а шафлинга там нет. И у друида и пинота немножечко различается подход. Если у друида, когда узел входит в кластер, то он выкачивает все необходимые данные из объектного хранилища к себе на локальный диск. А для того, чтобы латенсия была получше, и потом только приступает непосредственно к реальной работе, то у пинота есть уровень инструкции тоже с виртуальной файл-системой, и они кэшируют данные на диске на лету. И в качестве движка метаданных они используют разные вариации. Можно использовать Postgres, MySQL или ZooKeeper. Также есть такая база данных, как Impala. У нее есть движок исполнения запросов, который не привязан к какому-то конкретному хранилищу, но в качестве главного хранилища данных они используют HDFS. Но также у них есть поддержка S3. И для кэширования данных они используют возможность самого HDFS. То есть какие-то блоки в HDFS могут храниться в памяти, для того чтобы можно было к ним быстро обратиться. И в качестве движка хранения метаданных они используют Postgres или MySQL. Есть также KUDU. У KUDU нет интеграции с SGFS или S3. Они больше нацелены на хранение данных. У них есть RAFT, который обеспечивает консистентность данных на узлах кластера. Но у KUDU есть очень хорошая интеграция с Impala. Их часто используют связки, что KUDU – это движок хранения данных, а Impala – это движок исполнения запросов над данными в KUDU. И их дружба настолько велика, что у них даже логотипы очень похожи друг на друга. И еще одна база данных. Одна даже не база данных, а такое SaaS решение. Это то, к чему мы стремимся в идеале. Под названием Snowflake. У Snowflake все данные хранятся в качестве главного хранилища в S3. Движок исполнен запросов, делен в движках хранения с помощью концепции вирующего Warehouse. Они активно используют кэшированные диски, а метаданные хранят в каком-то транзакционном KVL-ю хранилище. И если кому интересно более подробные детали, то внизу я привел ссылочку на их дизайн-документ. И краткие выводы. В принципе, такой подход с интеграцией с S3 кликауса показал довольно приемлемый перформанс, а перформанс без учета оптимизации работы с самим S3 и чтение, запись файлов параллели кэширования должно существенно улучшить работу с самим S3. И в принципе, многие базы данных уже используют S3 как главное хранилище, и мне кажется, это время для KVL-а, чтобы их догнать. И в принципе, S3 это не единственный вариант. Можно использовать разные реализации HDFS, Google Cloud или Azure, допустим. И в целом такой подход разделения хранения данных в объектном хранилище нам позволит уменьшить стоимость обслуживания самих KVL-аос-пластеров и открывая двери к классическим диплойментам и автоскейлингу. На этом у меня все. Вопросы? Да, спасибо. Очень интересно. по поводу этого доклада, потому что выглядит как чудо. Представьте, что мы получим бесконечно. Мы штабируемый KVL-аос-пластер, и вам не надо будет перешардировать данные, и все будет работать автоматически. Разве что у меня как разработчику очень интересно, какие будут нюансы. Ну, функциональность в разработке, поэтому мы посмотрим. А в качестве первого вопроса я, пожалуй, зачитаю. Тут даже было три вопроса задано прямо при регистрации от нашего друга Михаила Фельманова. Я зачитаю некоторые из них. Итак, ClickHouse активно использует пейдж-кэш при работе с обычными дисками. Будете ли вы делать свой пейдж-кэш для S3 с Blackjack и всем остальным? Если получится сделать свой собственный пейдж-кэш, то можно ли будет им пользоваться для обычных дисков? Ну, для начала хотелось бы сделать кэш на уровне файлов, на обычной локальной файл-системе. Если такой подход не взлетит или будет иметь какие-то неразрешенные проблемы, то мы задумываемся над тем, чтобы делать пейдж-кэш непосредственно в памяти самого ClickHouse. Как-то так. Да, это очень правильно, потому что если кэш на файловой системе, то и пейдж-кэш тоже автоматически будет работать. А пейдж-кэш внутри ClickHouse – это тоже очень интересная штука. У нас давно есть такая мечта под названием пейдж-кэш в юзер-спейсе. Мне она сейчас снится по ночам стало. Ну, сделаю и, наверное, перестанет снится. Так что все это будет. Так, еще зачитая другие части, вопроса тут целых три части было. Не секрет, что разные реализации S3 друг от друга заметно отличаются в деталях. Какая для вас каноническая? Если ваша внутренняя Яндексовская, то к кому она ближе всего? И будете ли вы тестировать на других S3? Да, мы изначально целимся на нашу собственную реализацию внутри Яндекса и тестируемся против нее. Сама она пытается наследовать лучшие качества от канонической реализации в AWS. В принципе, есть какие-то различия, но в целом S3 Яндекса довольно близка к тому, что есть в Амазоне. А тестировать против AWS мы пока не планируем, но в будущем, наверное, задумаемся над этим вопросом. Спасибо. И дальше не будем обижать наших онлайн-участников. Следующий вопрос от Ильи Цуцкого. Надеюсь, правильно произнес. Добрый день. Я эксперт телогрупп. Вопрос такой. Если сравнивать движки S3 и HDFS, проводятся ли какие-то сравнительные бетчмарки этих двух систем хранения? И можно ли вы сказать, что одна из них лучше или хуже другой для таких задач? Движка для хранения данных на HDFS его пока нет. Его делает какой-то человек из комьюнити Кликаус. в основном пока в разработке. Поэтому, в принципе, бенчмарк против HDFS пока проводить, в принципе, нету самого движка пока. Поэтому бенчмаркаться не о чем пока. Очень хороший человек его делает. А вы говорите, какой это человек? Ну да, действительно. Доступно пока только в виде прототипа. И даже еще не доделан. И пользоваться пока нельзя. Ну, когда будет, мы сравним. Окей, спасибо. Так, и следующий вопрос от уже знакомого человека. Некий DJ из PI Works. Добрый вечер. Привет. Вопрос такой. Не совсем ясно из этой презентации, как это будет реализовано для кластера. То есть, например, если три компьютер-нода соединить к одному и тому же S3. То есть, опять-таки, исходя из того, как это реализовано в традиционных базах, у них обычно есть там какая-то кластер-файл-система поверх этого всего, которая еще регулирует вставки между разными хостами. Есть какой-то там мастер и так далее. Сейчас, на данный момент, то есть, вот то, что реализовано, как оно позволяет нескольким хостам одновременно работать с одними и теми же данными на диске? Либо это просто отдельный локальный обжект-стор для каждого из хостов будет, типа шардов? Нет. Локального обжект-стора для каждой ноды его нет. В принципе, все ноды могут спокойно писать и читать данные в S3. Они, в принципе, могут быть друг от друга изолированы. На данный конкретный момент, если мы имеем в виду данные между репликами одного шарда, то они все, все куски, они пишут свои в S3. То есть, так как у нас метаданные хранятся на локальном файл-системе, у нас нет, как вы сказали, какой-то кластер-файл-системы. Но в случае, если мы будем хранить метаданные в какой-нибудь расшаренной базе данных между всеми узлами кластера, то все эти метаданные, они могут быть спокойно использованы для того, чтобы делать какую-то координацию между репликами одного шарда. Вот как-то так. Понятно. То есть, на данный момент, грубо говоря, у каждого хоста есть свой Object Store, и с друг другом они не пересекаются. Ну, Object Store, он один общий на всех, но… Ну, свои объекты. Да, свои объекты, да. Спасибо. Так, и следующий вопрос у нас из чата. Вопрос от Николая. Почему для сравнения используются лучшие результаты маневским тестам, а не средняя или медиана от них? Ну, это хороший вопрос на самом деле. И здесь, скажем так, когда мы давали какую-то очень большую нагрузку на кластер, в принципе, там работа с S3 была не до конца оптимизирована, и какие-то лимиты по сети тоже не были выкручены. То есть, как я уже отмечал в презентации ранее, у нас скорость на одно соединение была порядка 55 мегабайт в секунду. И здесь именно важно было понять именно какую-то границу. Важно было сравнить, насколько именно там на порядок или не на порядок отличается перформанс. И при каких-то дальнейших улучшениях, которые нам уже помогут давать более большую какую-то нагрузку, мы уже будем сравниваться по персентилям и смотреть, в чем могут быть какие-то проблемы. Вот. Исходя из этого перформанс-тестирования, мы не предполагали того, чтобы выявлять какой-то результат, потому что latency от S3, он довольно нестабилен. Он может быть как 50 миллисекунд, так и 500 миллисекунд. Вот. Как-то так. Да, спасибо. Еще один вопрос из чата на YouTube. Кстати, да, туда тоже можно отправлять вопросы. Поддержка CEF, получается, тоже может быть идеална? Только я не совсем понимаю, CEF это что именно? А вот тоже очень интересно, потому что, насколько я понимаю, CEF содержит в себе несколько систем. Он может работать и как POSIX, совместимая файловая система. И в этом случае просто монтируете себе и используете, как обычно, и специальной поддержки не требуется. Но CEF это еще и Object Storage, который можно использовать примерно так же, как и S3. То есть, Blob Storage, но механизм должен быть примерно такой же. Ну, CEF мы как-то какую-то интеграцию с ним не делали, потому что у нас уже есть объектные хранилищие данных с S3 совместимым протоколом в Яндексе. Есть разные реализации POSIX файловой системы на базе S3, но мы эти варианты не рассматриваем, потому что они имеют некоторый конечный, скажем так, конечный горизонт для улучшений. То есть, если мы полностью абстрагируем хранение данных и не учитываем особенности кликауса, то рано или поздно мы упремся в какой-то верхний предел. А когда мы делаем такую файловую систему на уровне самого кликауса, то мы можем применять разные трюки, хинты для оптимизации чтения записи. Вот. Поэтому с CEF мы ничего не делали, никак не работали, ничего не интегрировали. Могу добавить еще от себя то, что коллеги пробовали подключить S3 через Fuse с использованием одной из двух реализаций. Одна какая-то гошная, быстрая, кажется, называется GoofyFS или что-то в этом роде. Другая, не помню на чем и не помню какая. В общем, получили, что удивительно все работает. Только есть некая деградация по производительности. И я уверен, что нативная реализация через абстракцию внутри кликауса, которая реализует именно те команды, которые нужны нам для работы с файловой системой, будет работать более эффективно. Так, вот, значит, вопросы. Вопросов вроде бы больше нет. Так что спасибо. Все, всем спасибо большое. А, вот еще один вопрос от Дениса Журавлева. Давай заслушаем. Пожалуйста. Я не знаю, я отходил. Я не знаю, спрашивали этот вопрос или нет. Про то, что изменились настройки памяти в самых последних версиях. То есть там по memory usage for all users теперь нет. Про это спрашивали, развивали? Нет, про это не спрашивали. Это вообще вопрос. То есть это на самом деле реально сейчас горячая тема в чатике. То есть там в change log написано, что for all users абсолютно ее заменила настройка max memory, чего-то там. А как бы и на самом-то деле еще появилось. Я не понимаю, эта настройка есть или нет, которая в change log упоминается. Потому что как бы сейчас, я так понимаю, что действует настройка, которая про ratio, да. То есть Clickhouse теперь совершенно по-другому учитывает память, да. То есть он как бы пытается выяснить свой RSS, да. И как бы по умолчанию он может использовать 0.9 от количества оперативной памяти у сервера, если я правильно понимаю. И когда запрос пытается выделить память, мы теперь на самом деле проверяем, а вылетаем ли мы за тот, как бы количество памяти умножить на ratio, да, плюс вот сколько памяти мы хотим забрать, да. То есть правильно я понимаю? Расскажи мне. Да, пока все правильно, с одним исключением, что настройка max memory usage per user никуда не исчезла. Исчезла настройка max memory usage for all queries. Ну да, я про нее и говорил, да. Просто в change log упоминается настройка max memory. То есть можно ли выставить Clickhouse количество оперативной памяти, которую он может использовать вне зависимости от количества памяти, которое есть у сервера? Да, легко. Прямо в конфигурационном файле, рядышком с тем коэффициентом, который 0.9, написано, как сделать, чтобы этого коэффициента не было. То есть можно выставить просто, что Clickhouse может использовать, например, 50 гигабайт, вне зависимости, сколько оперативной памяти у сервера. А давайте я прямо сейчас посмотрю в исходники. 30 секунд, и ответ будет. Потому что у меня открыта среда разработки круглосуточно, чтобы если я вдруг проснулся посреди ночи, я сразу открываю среду разработки и там что-нибудь делаю. Очень удобно. Так, чего у нас тут про max server memory usage. Так, можно написать значение в байтах или в гигабайтах, как больше нравится. И дальше есть некий коэффициент, и его можно выставить значение больше единицы. То есть он не будет ограничивать количество оперативки, доступным на сервере, а, например, выставить его там 10. То есть будет заведомо больше, чем есть оперативки, и оперативка будет ограничена абсолютным значением. Вот, там даже комментарий написан подробный, то есть все есть. То есть есть проект max memory usage, который можно установить, если он не установлен, то он будет равен количеству оперативной памяти у сервера? Именно так. То есть по умолчанию количество оперативной памяти сервера умножить на коэффициент 0,9. Можно изменить умолчание, выставить его, например, там 50 гигабайт. Можно изменить коэффициент, который ограничивает это сверху, или отменить его вообще. Окей, понятно, спасибо. И, насколько я понимаю, появился новый параметр, точнее изменилось поведение, как мне объясняют тут коллеги, параметры, которые учисляют максимальное время выполнения запроса. То есть теперь на самом-то деле, если ClickHouse считает, что запрос будет… То есть мы установили max execution time в 10 минут, да, но ClickHouse на самом деле, если понимает, что запрос выполняется полчаса, да, то теперь как бы он просто через минуту как бы может отменить выполнение запроса. Правильно я понимаю? Да, это правильно, но есть один нюанс, как все это сделано. Представьте, что была реализована некоторая настройка, а потом выяснилось, что в каких-то случаях она не работает. И то, что она не работает в каких-то случаях, было, так скажем, ошибкой. Эту ошибку исправили, исправление попало в релиз, и вдруг люди говорят, это обратная несовместимость. Она раньше не работала, и все к этому привыкли. Теперь работает. У нас все сломалось. Так что все-таки возможно… То есть ты хочешь сказать, что… Не знаю, мы на «ты», мы на «у» не помним. То есть как бы была… То есть вы говорите про настройку, которая вычисляла скорость выполнения запроса или что? То есть когда я задавал max execution time раньше, да, то как бы… То есть выставлял 10 минут, да, у меня запрос, когда доходил до 10 минут, там, 30 секунд, он падал, да, а теперь поведение другое. Да, там есть еще вычисление ориентировочного времени выполнения запроса, и это вычисление начинается только после прошествия некоторого количества времени, которое задается еще одной настройкой, названием time out before checking execution speed. И вот раньше оно не работало, сейчас стало работать. Ну, хорошо, понятно, я запутался, конечно, спасибо. Вот, теперь вот этот вопрос, он был не про S3, не про object storage. Сейчас у нас после этого доклада пока вопросы только про объектное хранилище. Так что я могу еще буквально один вопрос, а потом перейдем к следующему докладу. Итак, следующий вопрос от Алибека, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу продолжения вопроса про память, и тоже, как потом еще, дополнение про объектное хранилище. В LFC-контейнерах есть такая особенность, если, например, исполнять некоторые процессы, при выделении памяти используется кэшированная память с хоста. И в случае, если кэшированная память занята, ну, например, до определенного объема, и, ко всему прочему, процесс эту кэшированную память также использовал внутри LFC-контейнера, то потом невозможно, ну, оно не освобождается. И вот мне интересно, как себя ведет в таких ситуациях Лигхаус, когда он вдруг попадает на ситуацию невозможность освободить память, или она освобождается очень медленно из кэшированной памяти. Ну, это кэш. Я почему-то спрашиваю, потому что я несколько раз эту ситуацию нарвался на Postgres базах и на ScyllaDB базе, тоже, ну, как конкурент Лигхаусу. Это один вопрос. И второй вопрос про Ceph, вот звучала информация. У CephFS помимо, соответственно, S3-хранилища и помимо POSIX-хранилища есть еще прямое хранение так называемых FDB файлов, это блочные устройства. Можно ли использовать блочные устройства в качестве стороджей под Кликхаус, непосредственно блочные устройства, то есть без файловой системы? Ну, то есть может ли Кликхаус разбивать это блочное устройство под свою структуру, вид таблицы? Сначала отвечу на второй вопрос. Нет, файловая система для Кликхауса требуется. То есть если есть блочное устройство, то придется создать на нем какую-то файловую систему. И понятное дело, что количество взаимодействий по сети при использовании сетевого блочного устройства получится больше, и вам потребуется размещать это хранилище на доступное через довольно быструю сеть, чтобы оно эффективно работало. И прямую работу с блочным устройством пока даже не рассматриваем. Вот, теперь по поводу первого вопроса, это потребление памяти в LXC контейнерах, что происходит, когда памяти не хватает? Честно скажу, что опыта эксплуатации Кликхауса в LXC контейнерах у меня нет, хотя такие инсталяции есть, в том числе даже внутри Яндекса, но для неких тестовых, не тестовых даже, а контейнерс интегрэйшен средств. Там просто временно эти контейнеры поднимаются. И у меня возникает вопрос, а вот когда там не хватает памяти, ну допустим для постбриса, то что там происходит? Приходит ООМ киллер или что? Нет, ситуация как раз такая, что идет очень сильное замедление работы базы данных, потому что очень медленно высвобождаются страницы. То есть в GeektyPage они очень медленно освобождаться начинают. Единственный способ это исправить, это сбросить кэш на самом хосте, то есть в контейнере вообще невозможно, получается, сбросить. Но дело в том, что это происходит только в случае, если на хосте значительно больше памяти, чем, например, внутри контейнеров. Да, я понимаю. Это серьезная проблема, и она в некотором виде присутствует даже на обычных инстилляциях без LXC. Если есть у нас пэчкэш, и там очень много страниц, которые сбросит на диск, то локация памяти какой-то программы может вызвать необходимость сбрасывания большого количества страниц на диск, который может быть медленным, и у вас может быть залипание системы на даже десятки минут при большой нагрузке. Причем этому подвержены все программы, даже там SSH тоже не сможет выделить память и залипнет. И эта проблема в Linux фундаментальная. Это не совсем об этом речь, я говорю о другой ситуации, о ситуации, когда есть кэш от памяти, то есть это, например, прочитанные файлы с диском подсистемы, нету пэчкэша на диск, память, например, используется только оперативная память. Суть в том, что кэш от память, она инвалидируется по мере того, как нужна память для выделения локации резидентной. Но в случае, когда есть ограничения вот этими различиями, и докера это тоже касается, и LSC контейнеров, и докера, ну, в общем, всего, что использует Cgroups, оно в результате создает такую проблему, что кэш от память освобождаться начинается очень медленно, потому что нижнележащий хост считает, что память еще достаточно, и, по идее, любым программам он может быть выделено. Но этого не происходит, потому что внутри LSC контейнера стоит ограничение. И вот, а процесс, по идее, он начинает тормозить, несмотря на то, что вот этого кэшированной памяти еще очень много, и, по идее, он должен ее занять, как только ему требуется резидентная память. Да, я понимаю. Я даже думаю, что здесь, наверное, есть все-таки различия между, хотя, хотя не уверен, между докер и LSC, но честно скажу, что я эту проблему, во-первых, самостоятельно не наблюдал, и, во-вторых, не исследовал. И я даже не могу обстоятельно ответить на этот вопрос. Надо исследовать. Ну, я заметил, что есть программа, которая этот вопрос, а не при аллокации решает. Ну, да, я понял, что надо исследовать. Спасибо. Еще один маленький вопрос. Я вот его постоянно задаю уже очень давно. Когда будет ETKD? Я уже вижу, что вот-вот релиз скоро будет, наверное, где-то через полгодика, наверное, да? Или, может, раньше можно ожидать. Когда будет поддержка ETKD вместо Zookeeper? Сейчас у нас есть pull-request, в котором реализуется эта поддержка. Этот pull-request проходит почти все тесты. И мы, естественно, выясняем, почему не проходит оставшийся, и там выяснилось, что в ETKD, в принципе, отсутствует возможность атомарно изменить какую-то ноду и сразу же выставить на нее watch, то есть наблюдать за ней. И это, конечно, можно обойти, можно выставить watch на несуществующую ноду, потом изменить ноду, потом игнорируют события, которые приходят раньше, чем нам нужен этот watch. Короче, если чуть-чуть доделать, то кажется, оно будет работать. Но что интересно, это то, что мы до сих пор не представляем, будет ли оно работать вообще лучше Zookeeper. Потому что все очень хотят заменить Zookeeper на ETKD, и понятное дело, что ETKD лучше, по крайней мере, с точки зрения эксплуатации. Он проще для установки, лучше там интегрируется, и многие системы облачные используют именно ETKD. Но вовсе не факт, что та прослойка для реализации интерфейса, которая у нас реализуется, будет обеспечивать сравнимую работу. Но я пока еще остаюсь оптимистом, надо смотреть. А если нет, то нам ничего не останется, как самостоятельно реализовать другую сервис координации. Собственную. Да, собственную, прямо внутри кликхауса. Это очень такая заманчивая задача, и любой разработчик будет рад это сделать. Я только голосую за, потому что, например, CWDB имеет такую систему. Да, и есть хорошие реализации RAFT на C++, начали появляться. Так, вот тут, наверное, есть вопросы или комментарии от DJI из BIWorks. Спасибо. Да, по поводу ETKD. Ну, у нас, например, используется основной консоль сейчас в наших продуктах. Ну, ее тоже на порядок, естественно, лучше, чем ZooKeeper. Вообще почти все лучше, чем ZooKeeper. Нельзя ли в кликхаусе, может, попробовать консоль? Ну, либо свою реализацию. Своя реализация, по-моему, тоже нормально будет. Вот, раз уж, ну, ETCD не очень работает, потому что консоль, он, в принципе, как бы тоже такой же простой, как и ETCD. И там есть watch, и они все правильно работают, и не падает. Ответ довольно сложный будет. Во-первых, сначала сделаем чек-лист. Первое, watch, значит, чек. Дальше. Транзакции на несколько ключей в консуле. Наверняка есть. Там я деталей точно не знаю. Руками сам не трогал давно. Но там очень много, там почти все есть. Там точно есть все, что есть в ZooKeeper. Точно. Асекрасные ноты, эфемиарные ноты тоже есть. Должно быть. А вот часто... Это склонировались. Ну, вопрос к тому, что проверял ли кто-нибудь, если ищу, и нужно ли ищу. Ищу есть. Довольно старое, и там много лайков. Кстати, ставьте еще лайки, мы на них смотрим. Это как раз мой ищу. Вот. Так вот, про консул. В чем тут могут быть нюансы? Первое. Это то, что модель данных и семантика работы может быть чуть-чуть несовместимая, и ее приходится адаптировать. Ну, допустим, адаптируем. Второе. Это если мы будем поддерживать одновременно и ZooKeeper, и ETCD, и консул. Сможем ли мы обеспечить приемлемое качество реализации для каждого из них? И сможем ли мы обеспечить нашу собственную способность, как разработчиков Клейхауса, если мы заходим на какой-то production сервер, разобраться, что там происходит? Представьте, я захожу на production, и мне приходится думать, а чего здесь? ZooKeeper, ETCD или консул? Если консул, то какие у него особенности работы? Если ETCD, то какие у него особенности? И это каждый раз будет составлять некоторую проблему, но в принципе я к этому готов. И следующий нюанс в том, что удастся ли потом это все поддерживать. И мы это тоже рассматривали, и у нас выделен интерфейс достаточно компактный из некоторого набора команд, там всего, по-моему, штук 5 или 7, которые можно реализовать и по ZooKeeper, и там есть тестовая реализация для функциональных тестов, и она прекрасно показала состоятельность этого интерфейса, и предполагается реализация для ETCD. То есть если все будет хорошо, то стоит быть оптимистичным. Я думаю, что по крайней мере ETCD, короче, если оно заработает, то будем поддерживать. Спасибо. Ну, у вас в слове ZooKeeper уже есть зоопарк, поэтому… Ну, его специально позвали, потому что поддерживает зоопарк сервисом. То есть там Hadoop, ClickHouse, Kafka, но ClickHouse у нас один. Вот, а теперь я думаю, чтобы не задерживать слишком сильно, перейдем к следующему докладу. Следующий доклад – мой. Давайте я расшарю экран. Так, значит, напомню, что за все вопросы, которые вы задаете вживую, у нас предусмотрены призы. Футболки ClickHouse вот такие же, как у меня, только, возможно, другого размера. Главное, после мероприятия напишите мне в личку, какой у вас размер, куда доставлять, и вам привезут эти футболки курьером. А доклад мой называется «Потрясающие возможности ClickHouse» или «Возможности ClickHouse весна-лето 2020». В предыдущий раз мы встречались в начале апреля, прошло больше двух месяцев, но на самом деле совсем немного времени. Но если смотреть, что мы сделали, или даже что мы делали, мы сидели дома и писали код, и понаписали. Понаписали так много, что я не уверен, что я даже успею сегодня обо всем этом рассказать. Я буду рассказывать про те возможности, которые уже вошли в релиз 24, самый свежий, или войдут в ближайший релиз, который запланирован на ближайшую неделю 20.5. Можно посмотреть чек-лист на GitHub, и когда чек-лист будет выполнен, то будет выпущен релиз. Или те возможности, которые уже разработаны, но находятся в состоянии ревью. Итак, давайте начнем. И начнем с чего-нибудь самого простого или не очень простого. Значит, прореживание и агрегация старых данных с помощью TTL-выражений. Ну, возможность задать TTL-выражения совершенно не новая. Если вы приходили на наши метапы, вы знаете, что уже с середины лета прошлого года у нас поддерживаются TTL-выражения, то есть возможность удалять старые данные для отдельных столбцов или для всей таблицы. Для таблицы семейства Merge 3 можно для столбца прописать TTL-выражения, которое определяет время, когда данные следует удалять. То есть есть у нас столбец с датой, и мы говорим «очищать столбец с IP-адресом», если от той даты, которая в этой строчке прошел, один месяц. Или можно навесить на всю таблицу, здесь написано «удалять все данные через один месяц». Если так написать, то это то же самое, что написать «delete». Но осенью этого года появилось еще две возможности – это перенос между дисками и между волевыми. В Clickhouse можно сконфигурировать в конфиге несколько дисков, навесить на таблицу в Storage Policy, которая определяет, на каких дисках какие данные хранятся и когда они переносятся между дисками. И можно также написать, что данные переносятся между дисками или между разделами по истечения некоторого времени. Но все эти возможности уже были с осени прошлого года, а вот кое-что новое. Во-первых, прореживание данных. Это очень просто. Если вы написали «ttl delete», то вы также можете написать «where». Скажем, вот в этом выражении я написал, что удалять данные через один месяц, но только те, для которых столбец из Яндекс равен нулю. Все очень просто. На самом деле это можно было сделать и раньше. Для этого нужно было всего лишь написать условное выражение, типа «delete where is Яндекс» знак вопрос. Дальше там какая-то дата, типа 2100 год, чтобы не удалялись двоеточие, двоеточие, например, единица. Нет, двоеточие вот это выражение. Но все это как-то очень неудобно, поэтому теперь есть простой синтексис и интуитивно понятный с указанием «where». Все это очень просто. Ничего интересного, но более интересное – это агрегация данных по истечению некоторого времени. Представьте, что у вас есть временной ряд, вот график, и вы записываете туда данные по миллисекундам. Но хранить их целый год – что-то жалко. Но удалять их тоже жалко. Поэтому идея в том, чтобы, например, через день превратить их в данные по секундам. И для одной метрики вычислить максимум, для другой – среднее, а для третьей – медиану. И теперь все это возможно с помощью ttlgroupby. Давайте рассмотрим пример. Вот у нас таблица есть, есть столбец с датой, ну или с датой и временем. Этот столбец участвует в ttl выражении. Есть также ключ сортировки таблицы ABC. Я могу написать groupby по префиксу этого ключа, например, по столбцу AB. То есть это значит, что по истечению одного месяца переагрегировать данные по столбцам AB и вычислить какие-то агрегатные функции. Например, заменить столбец x на сумму, а столбец y на перцентиль уровня 90%. Давайте посмотрим, что конкретно можно, а что нельзя. Значит, groupby должен быть по префиксу ключа сортировки. Агрегатная функция не обязательно вычислять типа x. Агрегатная функция от x можно, например, написать x равна сумма от y. Но непонятно зачем. Но более понятно, если, например, x равно argmax. То есть значение x при максимуме какого-то другого столбца. Можно не задавать set для всех столбцов, тогда просто при агрегации заменится на первое попавшееся значение. Вот, все это возможно, все это уже работает в версии 20.5. Если вы энтузиаст ClickHouse, установите тестинг-версию на свой тестовый контур или на свой ноутбук или рабочую станцию. Вы ведь любите ClickHouse, так что пробуйте. Так, на вопросы. Я вижу, появился вопрос. Давайте после доклада, потому что реально очень много материала. Так, в принципе, то, что реализовано, очень напоминает Graphite Merge 3. Так, у меня всплывают эти вопросы. Давайте после. Вы запишите, что у вас был вопрос. Так, но это более универсальная новая функциональность, потому что она применяется для всех Merge 3 таблиц. И, в принципе, это тоже похоже на то, что уже существует, агрегирующие Merge 3 таблицы, суммирующие Merge 3 таблицы. Но в них не было возможности написать, что вот агрегация по истечению какого-то времени. Теперь есть. Разве что нельзя задать сразу много правил с разными условиями, но мы это посмотрим, может быть, еще доделаем. Так, давайте теперь следующая очень интересная фича. Географические функции и географические словари. Clickhouse подходит для всяких событий, логов, телеметрии. Если мы рассматриваем всякие современные приложения, то есть аналитика мобильных устройств или даже аналитика самоездящих или, как говорят, беспилотных автомобилей. Вот у Яндекса есть беспилотный автомобиль, который каждый день постоянно ездит по нескольким районам Москвы, наматывает круги и обучается. В этом автомобиле есть бортовой компьютер, который бежит в багажнике. А в этом бортовом компьютере установлен Clickhouse. И этот Clickhouse вместе с автомобилем ездит по городу и собирает данные. Кучу данных, которые потом надо анализировать. И во всех этих данных есть географические координаты. Сейчас мобильный трафик в интернете существенно превышает десктопный, и поэтому если брать ту же веб-аналитику, ну, аналитику мобильных приложений, все такое, там обязательно будут координаты. Поэтому большой спрос на аналитику по этим данным. И у нас уже есть функция PointInPolygon. Уже пару лет, как есть. Но в ней появилось кое-что новое. Давайте я покажу некоторую демку, как пользоваться этой функцией и что там изменилось. Итак, я сначала запущу Clickhouse. Clickhouse. Тут у меня прямо на моей машине Clickhouse присутствует. Сейчас я уберу лишние окна, увеличу шрифт и запущу Clickhouse сервер. Он у меня скомпилирован. Запускаю. Вот запущен Clickhouse сервер, пишет логи. В другом терминале я запущу Clickhouse клиент. Я увеличил шрифт. Надеюсь, вам видно. И попробую сделать что-нибудь с функцией PointInPolygon. Сначала я создам таблицу, внутрь которой я буду записывать полигоны. Таблица будет называться Москва. Один столбец полигон, таблица временная, то есть в оперативке. И тип у столбца полигон будет массив, кортежи из пары координат. Можно так, можно двумерный массив. Если спрашивать, чем это отличается, то ответ будет такой. Просто массив точек формирует нечто под названием кольцо. То есть тоже полигон, но очень простой. Если два массива, то это, во-первых, простой полигон, а во-вторых, несколько других полигонов, которые из него вырезают дырки. Есть еще понятие мультиполигон. Ну, сейчас будем рассматривать просто полигон. Так, я создал временную таблицу, и я попробую вставить туда данные. Вот у меня уже записано. Я пишу запрос insert, он довольно большой. Что это такое? Нетрудно догадаться, что это Москва. Очень похоже. Здесь перечислены координаты. Кстати, порядок координат, может быть, долгота-широта, может быть, широта-долгота, в зависимости от того, как привыкли. Скажем, в Postgres, в PostGIS, если я не ошибаюсь, сначала идет долгота, а потом широта. А есть некоторая рекомендация от какой-то рабочей группы, которая говорит, что правильно сначала, чтобы шла широта, а потом уже долгота. И, в общем, это вызывает огромную путаницу, но здесь функция PointInPolygon, она работает, она не учитывает геометрию сферы, работает на плоскости. То есть эти самые прямые и дуги не различаются, поэтому и не важно совершенно в каком порядке вы пишете координаты, главное, пишите в каком-то одном порядке. Так, я вставил Москву в мою таблицу. Теперь банальная проверка. Я буду использовать функцию PointInPolygon, чтобы проверить, что она работает. Вот эти координаты – это центр Москвы. Интересно, какой? Не то Кремль, не то центр Москвы, не то какой-то центр силы. В общем, проверяю. Все работает. Кстати, в версии 20.5 в клиенте командной строки Крикхауса будет подсветка синтаксиса. Так, сейчас я посмотрю на всякий случай чат. Да, вроде все нормально. Давайте теперь что-нибудь более интересное. Проверили, что работает. Теперь проверим, с какой скоростью это работает. Я возьму центр Москвы и прибавлю сюда координаты примерно 1 градус. Случайно разбросанные в диапазоне 1 градус. И посмотрю, возьму 10... Так, нет, 1 миллиард таких случайных координат, посмотрю, с какой скоростью это работает. Часть точек попадет в Москву, часть нет. Заодно вычислим их долю. Так, оно работает со скоростью 1 миллиард строк в секунду. 1.25 миллиарда строк в секунду. Как круто! На моей машине, на моей рабочей станции такая скорость. Как можно вообще проверять 1 миллиард попаданий точек в полигон в секунду? Это ведь самая такая настоящая скорость Крикхауса, то, за что мы Крикхаус любим. Все это происходит, потому что мы видим, что полигон константный. Мы для него составляем сначала банально bounding box. Внутри этого bounding box сетку 16 на 16. Внутри сетки рассматриваем частный случай, когда целиком попадает, целиком не попадает. Одна линия пересекает, две линии пересекают и так далее. И это работает просто прекрасно. Эта функциональность уже была. Зачем я вам про нее рассказываю? Давайте кое-что новое. Теперь я попробую сделать join с таблицей с полигоном, потому что там у меня расположена одна Москва. Но представьте, там будет две строчки, например, Москва и Санкт-Петербург. И полигон уже не будет константный. Я теперь использую не скалярный под запрос, то есть select звездочка from Moscow, а столбец полигон, который будет у меня доставаться с помощью кросс-джойна. Вот я записал from numbers, запятая Moscow. Да, кликаус поддерживает кросс-джойны. Это уже давно, все это есть. Здесь ничего нового. Посмотрим, какая будет скорость. Так, полтора, нет, 1.3 миллиона строк в секунду в тысячу раз медленнее. Ну, хорошая новость в том, что раньше это не работало вообще. А теперь вы можете передавать не константные полигоны, а функцию pointed in polygon. Но 1 миллион строк в секунду – это ведь не то, что ожидается от кликауса. Сейчас кликаус честно выполняет проверку принадлежности точки полигона. Ну и эта проверка имеет некоторую вычистоительную сложность. Давайте пойдем дальше и посмотрим, что есть у меня совершенно нового у нас в кликаусе, чтобы и это работало тоже с потрясающей скоростью. При этом задачу следует рассмотреть гораздо более серьезную. Ну, спрашивается, проверить, что полигон принадлежит Москве – это одно, а Санкт-Петербургу – это другое. А представьте, у вас есть целый словарь, в котором все регионы России или все регионы мира и даже районы, районы городов, их миллионы штук. Итак, задача называется reverse geochoding. Это если у вас есть какой-то словарь с полигонами и есть база данных с координатами. Нужно для каждой координаты найти самый подходящий полигон. Если подходящих полигонов много, то есть там есть Россия, есть города России, то, естественно, надо найти самый маленький, то есть отдельный город или отдельный район. И все это среди множеств полигонов с разумной скоростью и с разумным потреблением оперативки, чтобы вся эта структура поместилась в оперативку. И теперь эта задача решается с помощью географических словарей. Как это выглядит? Сейчас я немножечко вас напугаю, но только чуть-чуть. Значит, обычный запрос create dictionary, либо можно запросом создать, либо описать в XML, как больше нравится. И здесь ключ – это некий четырехмерный массив флотов. А дальше идут любые атрибуты, то есть строки, числа, что угодно, что мы можем по этому ключу загрузить. Например, название регионов или их идентификаторы. В качестве layout мы указываем специальный layout под названием polygon-index-cell. Я думаю, что когда эта фича войдет в релиз, вы сможете написать просто полигон, и это выберет оптимальный алгоритм. А сейчас там реализованы три алгоритма, и вот polygon-index-cell – это самый оптимальный. Давайте я немножко расшифрую, что это значит. Почему четырехмерный массив? Значит, это мультиполигон. Начнем разбираться. Вот это – это пара координат. Можно вместо array от float64 написать tuple из двух float64. Это тоже будет работать. Дальше. Если мы берем массивы от этих штук, у нас получается ring, то есть кольцо – это простой полигон. Если мы берем массив колец, то это значит одно кольцо, из которого вырезаны изнутри несколько дырок. Ну, там, скажем, из Южноафриканской республики вырезана изнутри еще какая-то республика, которую я забыл, как называется, все время путаю. Так, и, наконец, если взять массив из этих полигонов с дырками, то у нас получится мультиполигон. Это, скажем, Москва и какая-то там городской округ Внуково, хотя он теперь тоже входит в еще какой-то округ. А, Зеленоград. Вот, Москва и Зеленоград. Все это описывается мультиполигоном. И у нас можно из источника данных, который вы прописываете, какой хотите, там текстовые файлы, таблицы в MySQL или даже Mongo какая-нибудь, там будет массив мультиполигонов с их атрибутами. Как этим теперь пользоваться? Очень просто, точно так же, как и любыми другими словарями. Просто в качестве ключа указываете пару координат в кортеже. Можно вынимать любые атрибуты, идентификаторы, имена. То есть основное тут это подготовка данных, создание словаря, а когда все готово, как оно будет работать? Мы загрузили в качестве теста границы районов России. Районы – это такое понятие территориального деления. Туда входят федеральные округа, там какие-то еще субъекты федерации, а в них еще городские округа. Но я не помню, почему-то их оказалось 20 тысяч штук. Я посмотрел на Википедию, их должно быть несколько тысяч, но когда мы загрузили данные, почему-то оказалось 20 тысяч. Мы их загрузили из OpenStreetMap. Всего 12 миллионов точек, и значит при загрузке создание словаря занимает 2,5 минуты, и с учетом того, какая там происходит индексация данных, какая структура данных подготавливается, это более чем нормально. Занимает в оперативке 2 гигабайта, и для лукапов получается 900 тысяч на одно ядро CPU. То есть еще домножаем на количество ядер, ну на сервере будет 10 миллионов, там 20 миллионов строк в секунду. В принципе, приличная производительность, и это даже быстрее, чем мой пример был с неконстантными полигонами. Но почему не миллиард строк в секунду? Потому что задача сложная. Здесь мы проверяем не один полигон, а сразу 20 тысяч, да еще и то мультиполигоны с очень такой непонятной структурой. Вот ради развлечения тут стоит думать про очень интересные штуки. Типа есть Россия. Россия пересекает 180-й меридиан. Там отрезается часть Чукотки, Чукотка идет отдельным полигоном. Все это работает. Главное правильно подготовить данные. Или, скажем, граница между Индией и Пакистаном. Там, значит, внутри Индии есть кусочки Пакистана, а внутри этих кусочков Пакистана есть еще кусочки Индии. А внутри их еще кусочки Пакистана. Это рекорд. И это тоже прекрасно работает, проверено. И производительность, я могу гарантировать, она максимальная, которую можно добиться. Лучшие алгоритмы и лучшая реализация. Все, как вы привыкли в Кликхаусе. Ладно, достаточно прорекламировал. Это будет только в версии 20.6. А сейчас у нас версия 20.5 в тестинге. Так, следующее про интерфейсы Кликхауса. И здесь давайте я поиграю с вами в игру под названием «Продолжите ассоциативный ряд». Итак, у нас в Кликхаусе есть нативный интерфейс, через который работает Кликхаус-клиент и несколько драйверов. Такие как драйвер для Go, есть драйвер для Python нативный, есть C++ драйвер. Дальше есть HTTP интерфейс, и поверх него реализованы ODBC и JDBC. Через ODBC, например, можно подключить табло. Табло может работать хорошо, может работать плохо, но ODBC драйвер работает хорошо. Есть JDBC драйвер, все это production ready. Есть куча реализации интерфейсов для разных языков программирования. Но еще летом прошлого года появился MySQL интерфейс. Вы можете использовать MySQL клиент для подсоединения к Кликхаусу. И даже более круто. Вы можете, например, в MySQL создать внешнюю базу данных, то, что называется Federation, который смотрит на Кликхаус и общается с ним, как с MySQL сервером. Это даже работает. А вот теперь продолжите, пожалуйста, социативный ряд. Что идет в следующем? Так, вы совершенно правы. В следующем идет Postgres. Потому что если у нас есть интерфейс совместимости с MySQL, то мы немножечко обижаем тех людей, которые больше любят Postgres. И я думаю, если провести опрос и спросить тех, кто нас слушает, что вы больше любите, MySQL или Postgres, то все ответят, какой вопрос. Конечно же, мы больше любим Кликхаус. Но среди MySQL и Postgres трудно выбрать. Потому что Postgres – это замечательная система, активно развивается, и мы все ее очень любим. И поэтому теперь у нас есть в Кликхаусе реализация интерфейса, реализация протокола Postgresа, чтобы вы могли подключиться к клиентам Postgresа, к Кликхаусу, и думать, что это Postgres, который каким-то магическим образом стал работать быстрее. Интересно, кстати, как. Так, и вот, значит, уже проверено, что работает PSQL, клиент командной строки, и даже работает JDBC-драйвер Postgresа. То есть вы можете Кликхауса подключиться через JDBC-драйвер Кликхауса, но еще можете через JDBC-драйвер Postgresа. Все это работает на select, на insert, на create table, все нормально, что не поддерживается. Не поддерживаются параметризованные запросы в стиле Postgresа и команда copy, потому что в Кликхаусе есть своя, другая. Тут у меня небольшая демонстрация. Данная функциональность еще не помержена, но я себе прямо сделал пул реквеста, который ее реализует, чтобы можно было проверить, как она работает. И давайте я прямо сейчас вместе с вами попробую к запущенному Кликхаус-серверу подключиться с помощью PSQL. Ну, как это делать? Набираю PSQL, говорят, что он идет через UnixSocket. UnixSocket не поддерживается, нужно через TCP. Указываем хост, localhost. Вообще я PSQL особо не пользовался, так что, может быть, в некоторых местах буду не очень правильно писать, но посмотрим. Значит, теперь 127-01. И мне написали, что ничего не работает. Итак, давайте посмотрим, что не работает. Влоги сервера написали, что пользователей меловидов не существует. Почему? Потому что PSQL по умолчанию использует пользователя, который в Linux задан. В принципе, нормально. И он не существует, но его можно создать. Чтобы создать пользователя, я воспользуюсь той возможностью, о которой был первый доклад. Airbuck и управление пользователями из SQL-запросов. Запрос create user. Так. Значит, здесь у меня записано, как все создавать. Я создам пользователя с паролем hello. Кстати, про способы аутентификации, которые поддерживаются из Postgres. Поддерживается, значит, plaintext пароль. Дальше, там есть MD5, challenge аутентификация. Она пока не поддерживается. И есть GSS API и Kerberos. Они тоже не поддерживаются. Так что давайте пока воспользуемся самым простым, то, что уже реализовано. Значит, пользователь создан. Ну что ж, попробую снова. Значит, пароль. И мне говорят, что не существует база данных, имя, которое совпадает с именем пользователя. Ну что ж, если это PISQL хочет, давайте я эту базу данных тоже создам. Все очень просто. Я создал базу данных. Итак, наконец-то оно заработает или нет? Так, по крайней мере, я зашел. Говорят, что, значит, мы подсоединились к Postgres, но у него очень странная версия. Версия клиента 11, а версия сервера 20. Говорят, что-то может пойти не так. Очень интересно, что. Давайте проверим. Значит, select 1 работает. А, теперь какой-нибудь запрос уже настоящий. Хочу выбрать самые популярные поисковые фразы из таблицы test.hits. Так, мне говорят, не хватает привилегий. У меня должен быть грант на запрос select. Ну что ж, вспоминаем первый доклад. Я воспользовался новой функциональностью добавления пользователей и создал пользователя. Но я забыл выдать ему права. По умолчанию пользователи создаются без прав на select для безопасности. Это правильно. Давайте я выдам права. И чтобы выдать права, мне нужно всего лишь выполнить вот такой запрос. чтобы выдать все права, вот смотрите, надо написать такой смайлик. Напишем этот магический смайлик, и он выдаст права на все базы данных и все таблицы во всех базах данных. Очень весело. Так, что-то не то. Запрос я скопировал с ошибкой. Вот, мне подсказывают, что допустимо написать to. Вот, теперь права выданы. Наконец, подключимся с помощью psql-клиента. Снова вводим пароль. Кажется, без пароля там нельзя, но может быть можно, я просто не знаю. И выполняем тот же самый запрос. Ну все. Да, все работает. Табличка только менее красивая, чем clickhouse клиенте, но я думаю, что для Postgres есть клиенты более красивые, и они тоже будут работать. И запрос выполняется мгновенно. Так что понимаешь, что это вовсе не Postgres, это clickhouse. Вот. Посмотрим, когда все это будет доступно. Это будет с версии 2.6. По крайней мере, запланировано на релиз, который будет после того, который будет следующим. Следующий будет 20.5. Дальше мы померзем эту функциональность, и можно будет пользоваться. И нам придется это все поддерживать. Радуйтесь за нас. Работа, так сказать, найдется. Так, что у нас дальше? А если продолжать ассоциативный ряд, то дальше мы реализуем gRPC интерфейс. Что это такое и зачем нужно? Это нужно для разработчиков, то есть для тех, кто пишет драйверы и пишет программы, которые взаимодействуют с clickhouse. Если вы разработчик на модных языках Go или на Rust, и вы думаете, как взаимодействовать с сервером по асинхронному протоколу, чтобы отправлять туда сообщения, асинхронно получать результаты, и было двустороннее взаимодействие, то есть и отмена запроса, и получение прогресса, то, конечно же, первый ответ – это gRPC. Уже реализован прототип внешним контрибьютором. Сейчас остается ревью, доработки кода, и все, будем надеяться, будет работать и войдет в один из следующих релизов. Что кроме интерфейсов? Если рассматривать взаимодействие с другими системами, то, конечно же, интересует поддержка форматов. Среди недавно добавленных мы добавили формат Apache Arrow. Arrow – это формат хранения и передачи данных сериализации и десериализации по столбцам, который очень напоминает представление данных в кликхаусе и очень напоминает формат native в кликхаусе. Когда я прочитал про Arrow, впервые я подумал, они взяли у нас все идеи, но на самом деле это не так. Так, разработчики Apache Arrow – это изначально разработчики Pandas и DataFrame для питона, то есть у них вполне хороший опыт, и они знают, как делать лучше. И меня очень радует то, что тот подход, который они выбрали, почти совпадает с тем представлением данных, которые есть в кликхаусе. Поэтому реализация Apache Arrow в кликхаусе тоже эффективная, на ввод-вывод, и ее можно использовать для взаимодействия. Дальше, ORC формат, теперь доступен не только на чтение, но и на запись. И до кучи мы еще реализовали много новых форматов, такие как Message Pack или, например, RegExp формат. RegExp формат очень интересный, он позволяет использовать фигхамс как замену авка. Или там OAK, как вы произносите. Вы просто задаете регулярные выражения, там есть саппаттерны, и эти саппаттерны, из них достаются данные для столбцов. То есть вы можете распарсить там какие-то плохо структурированные логи. Далее, Markdown. Это мелочи приятные. Можно вывести данные и потом Copy-Paste на GitHub или куда-то там еще. Ну и JSON as string. Чем он отличается от JSON each row? То, что он поддерживает структуру таблицы только с одним столбцом типа string. Он просто берет JSON и рассматривает его как одну строку. Единственное, что он делает, это разделяет разные JSON друг от друга. И у вас получится, что JSON доступен в виде строки, и вы можете с помощью функций, встроенных в ClickHouse, посчитать из него уже дальше все, что угодно. Достать какие-то вложенные значения. И вот про форматы. Нам очень повезло, нашелся контрибьютор, который все это реализовал. И это очень круто. Даже три контрибьютора. Поэтому раз пошло такое дело, возникает вопрос, а какой формат нам следует реализовать завтра? Свои комментарии после доклада или там в комментариях на YouTube. Пишите, и мы это все рассмотрим. Потому что сейчас кажется, что ну все сделали вообще. ClickHouse поддерживает все форматы. А что по поводу интеграции с внешними системами на уровне словарей? На уровне внешних словарей. Вы все знаете, что есть источник Vangodp, и он доступен с 2014 года. Даже стыдно сказать, сколько лет. Все уже пользуются. Есть источник Redis. Он доступен с осени предыдущего года. Недавно мы добавили движок Cassandra. Он доступен с версии 20.5, которая сейчас в тестинге. И принцип примерно такой же, как с Redis. То есть есть key value база данных. Вы можете из нее эффективно загружать пачки значений по пачке ключей. И делать таким образом join up Cassandra. Кстати, сейчас вовсе не обязательно писать dict get. Вы можете создать, если вы создаете словарь с помощью запроса create dictionary, автоматически создается таблица в ClickHouse. И с этой таблицей можно сделать join. То есть просто так написать join Cassandra. И у вас будут во время join lookup в удаленное хранилище. И вы можете использовать разные layout для словарей. То есть те, которые эти данные запишут в кэш в оперативке. Или добавлено два новых layout. Это direct и комплекс key direct. В принципе, у них один и тот же принцип. Это значит ничего не кэшировать, сразу идти в удаленный источник. И вы можете знать, сколько примерно держит Redis по сети при запросе пачки ключей. Ну, допустим, держит там 200 тысяч ключей в секунду. Это значит, что если вы создаете запрос layout direct, то вы получите точно такую же производительность. Есть еще пара таких мелочей, которых раньше очень не хватало, но теперь они реализованы. Это настройки форматов для словарей. Скажем, если у вас словарь с точком файл, вы пишете, что источник файл имеет формат CSV. Но по какой-то нелепой причине у вас в CSV файле в качестве разделителя не запятая, а вот такой вот пайк. Стыдно сказать, но раньше вообще загрузить такие данные в словарь было невозможно. Но теперь очень легко пишите вот в секция settings любые настройки. Или в XML конфигурации словаря тоже идет элемент settings и настройки там же. И если уж мы говорим про настройки, теперь то же самое. Настройки форматов можно задавать и для Kafka таблицы тоже. То есть, если Kafka читается данные с необычными разделителями, теперь это поддерживается. Так, раз уж мы пошли про словари, следующая такая монументальная функциональность это кэширующие словари на SSD. Суть в том, что мы очень любим структуру данных и очень любим их разрабатывать. Но давайте посмотрим, зачем. Какую проблему это решает. Есть баннерная система Яндекса, есть ClickHouse, который хранит статистику просмотров баннеров и переходов в этой системе. Естественно, что для аналитики используется ClickHouse, но еще отдельно есть справочники. Эти справочники хранятся в MySQL. Например, справочник рекламных компаний. Где-то несколько десятков миллионов штук. Он кэшируется в оперативке, все работает прекрасно. Но есть еще справочник баннеров. А баннеров почему-то в баннерной системе оказалось десятки миллиардов. Не миллионов, а уже миллиардов. Там всякие параметризованные баннеры, там баннеры с какими-то постановками, в общем много. И надо доставать эти данные в ClickHouse. Решением обычно является кэширующий словарь. Но когда все это работает, выясняется, что в оперативку помещается не так много данных, хитрейт кэша будет, допустим, 99 процентов. Казалось бы, что 99 процентов это много. Но на самом деле нет. Потому что вы прочитали из ClickHouse один миллион строк и из этого одного миллиона 10 тысяч строк не будет в кэше и надо будет пойти за ними в MySQL. И это будет тормозить. И загрузит эту вашу справочную базу и никакие другие системы она вообще отвечать перестанет. Поэтому решение. Это сделал гибридную структуру данных для кэша, который будет кэшировать и в оперативке и на SSD. И работать будет со скоростью быстрее, чем позволяет SSD. То есть современные SSD это несколько сотен тысяч ключей в секунду, но это мало. Если мы будем еще в оперативке хранить, то у нас будет сначала хитрейт в оперативку, потом часть ключей пойдет на SSD. И в сумме количество лукапов в секунду будет ну до нескольких миллионов точно. Так. И в связи с тем, что кэш становится сильно больше, мы можем добиться почти стопроцентного хитрейта и разгрузить MySQL. Такая очень интересная функциональность сейчас в стадии ревью. То есть код готов, проходят все тесты и ожидается версия 20.6. Посмотрим, что еще у нас есть. Я надеюсь, не слишком много времени отнимаю, но извините, просто фич очень много. Хочется про все рассказать. Если говорить про интеграции с другими базами данных, что у нас появилось нового. Вот у нас уже была табличная функция ODBC. Настраиваете DataSource в конфигурации, указываете его в качестве параметра и все, можно, скажем, делать запрос в себя звездочка, который читает из, допустим, MS SQL сервера. Все это через ODBC пойдет туда и данные будут читаться прямо в кликхаусе. Можно даже джойнить данные из MS SQL с кликхаусом и с Postgres и все это в кликхаусе, но не было возможности записи в табличную функцию ODBC. Теперь есть. Insert into Table Function ODBC будет работать. Это уже в версии 20.5. А если посмотреть, что будет дальше, дальше добавится табличная функция Mongo. Select там столбцы from Mongo. Оно будет читать из первого уровня того JSON объекта, который есть в Mongo. То есть первый уровень превращается в столбцы. Следующее это стриминг из Rabbit MQ. Если у нас есть Kafka, Kafka это хорошо, но некоторые люди спрашивают, а мы очень любим Rabbit MQ, нам почему-то нравится Erlang вместо скалы. И мы такие принципиальные, и это у нас основная очередь сообщений, мы хотим из нее данные автоматически стримить в ClickHouse. Так вот, это задача в разработке, и я могу сказать, что там уже на стадии готовности к ревью. Все работает, и это будет доступно. И наконец, вообще такая сногсшибательная вещь, о которой и подумать страшно. Это репликация целых баз данных из MySQL. Вы подключаете базу данных, специальный же базу данных, и все таблицы, которые есть в MySQL, автоматически из MySQL обновляются и доступны в ClickHouse, причем хранятся в более эффективном движке типа Merch3. И получается, у вас реплика MySQL, но производительность в тысячу раз больше. Это должно работать как магия, и сейчас стадия разработки промежуточная. так что пойдем дальше. Что можно сказать про оптимизации? ClickHouse, как известно, не тормозил, не тормозит, и будет не тормозить еще больше. Мы очень любим оптимизировать код. Если я вижу какой-то код, я его читаю, и когда я его читаю, я его сразу же оптимизирую. По-другому даже прочитать не получается. Поэтому мы добавляем все новые оптимизации, и одна из них та, наверное, одна из самых ожидаемых. Оптимизация GroupBy по сортированным данным. Приведу пример. Есть у вас таблица, там ключ по сортировке это идентификатор пользователя. И вы делаете GroupBy по пользователю. И вам говорят не хватает оперативки. Допустим версии 20.4. Пользователей много, нужно создать хеш-таблицу со всеми пользователями, хеш-таблица не помещается в оперативку. Что делать? Но вы можете подумать, что ну почему? Зачем все это помещать в оперативку? Если можно читать данные просто подряд, один пользователь значит прошел, давайте по нему агрегацию посчитаем, отодим пользователю, в смысле клиенту, возьмем следующего, посчитаем, и оперативки не будет потребляться вообще почти нисколько. О большое от единицы, вернее не от единицы, а от количества данных для одного пользователя. и теперь так можно давайте я покажу как это работает вживую. Итак, сервер запущен, клиент, надеюсь всем все видно, в принципе можно еще больше шрифта сделать, я не знаю кому как удобно, я значит создал таблицу, в которой ключ, сейчас я посмотрю что за таблицу я создал, таблица с данными Яндекс.Метрики опусцированными и order by некий watch.id идентификатор просмотра. И я из этой таблицы хочу сначала простой запрос выполнить group by по watch.id выбираю первые 10 каких угодно этих самых watch.id На самом деле можно было воспользоваться функцией group array с лимитом есть такая но я сейчас из принципа выполню такой запрос Так, ну хорошая новость он работает быстро и оперативки хватило казалось бы в чем подвох все выполняется давайте посмотрим на сервер так налоги сервера написано пиковое потребление памяти 830 мегабайт ну я не знаю много это или мало по современным понятиям это совсем немного но кажется что если для каждого watch.id немного строк то зачем столько оперативки тратить можно и меньше может можно этот запрос ускорить и теперь это можно сделать с помощью простой настройки optimize aggregation in order достаточно выставить ее в единицу чтобы включить оптимизацию итак оптимизация включена я выполняю запрос что будет так ну запрос стал быстрее то есть он был мгновенным он стал еще более мгновенным 49 миллисекунд было 233 миллисекунды все это выполняется напомню на моей рабочей станции мы получили правильный результат а какое же потребление оперативки потребление оперативки 29 мегабайт вот я смотрю что это тот же самый запрос то есть было почти 900 мегабайт стало почти 30 но это в 30 раз меньше по-моему круто самое главное то что некоторые запросы которые раньше не работали будут работать эта настройка доступна с версии 20.5 и она не включена по умолчанию почему она не включена по умолчанию потому что пока что некоторые запросы все-таки не ускоряются а замедляются но мы работаем над этим чтобы либо вы включаете эту настройку для тех запросов которые нужны все прекрасно либо мы найдем способ еще дополнительно ускорить ее или выставить какие-то пороги чтобы правильный алгоритм выбирался автоматически так а теперь еще пара запросов давайте я снова выключу эту настройку и попробую выполнить что-нибудь более сложное более реальное ну топовые 10 этих самых идентификаторов значит это без настройки 400-300 миллисекунд теперь выставляем настройку ну 700 миллисекунд то есть оно замедлилось почему-то да иногда настройка не помогает а только мешает и в этом вся тонкость что если мы делаем какую-то оптимизацию то важно понимать что для разных частных случаев разной оптимизации и не существует возможности просто так все ускорить это такая работа когда надо понимать каждый отдельный сценарий и выбирать специализации давайте я еще продемонстрирую наглядно как по-разному это работает вот я в логах сервера уменьшил шрифт но в целом будет немножко видно значит сейчас я выполнил запрос без оптимизации у меня создалось 16 потоков и они каждый параллельно выполнил агрегацию все это произошло примерно одновременно теперь я делаю optimize read in order выполняем запрос и оно выглядит вот как-то так в сервере происходит агрегация по мере чтения данных она тоже должна происходить в несколько потоков но мы данные сортированные мережем перед тем как передать их в агрегатор да очень красиво смотреть на логи сервера я когда запускаю сервер на моей машине я просто каждый раз радуюсь как все красиво какие классные логи как хорошо он все пишет ладно наверное это потому что я разработчик давайте давайте я пока продолжу свой рассказ а то времени мало так дальше у меня 4 оптимизации еще рассказывать про них все или или давайте выберем какую-нибудь одну сейчас я прошу вас посмотреть на этот список и выбрать то что вас больше всего интересует поднимите руку мне будет интересно узнать какой из этих пунктов вы хотите чтобы я рассказал и я про это расскажу так у нас есть чатик у нас есть список участников кто хочет чтобы я рассказал про какую-то супер оптимизацию так распараллеливание final а еще было что все 4 а и про сортировки ну что получается все 4 дальше распараллеливание final раньше если вы делаете запрос секции final чтобы прочитать финальные данные из collapsing merge 3 или replacing merge 3 оно работало медленно по следующей причине первое мерч сортированных данных второе чтение столбцов которые требуются чтобы эти данные досортировать то есть чтение ключа сортировки и третье после этого мерча сортированных данных дальше все выполняется в один поток эту проблему эту проблему мы исправили причем исправлена она с помощью некого фундаментального метода который готовился в течение долгого времени переписывания конвейера выполнения запросов на некую архитектуру под названием процессоры но об этом я не буду рассказывать там теперь принцип такой что мы читаем эти данные переразбиваем их по хэшу от чего-то там на корзинке потом в каждой корзинке разные данные параллельно для них делаем мерч сортированных данных и вычисление final а потом обратно их объединяем то есть все это распараллеливается и по нашим тестам допустим на 16 потоках получается где-то в десяток раз быстрее оно масштабируется суболинейно но близко к линейному так дальше параллельный распределенный insert select что это такое если вы делаете insert select select выполняется во много потоков а потом все эти данные приезжают на вставку в таблицу и вставку получается бутылочным горлышком то есть идет в один поток но таблицы типа merge 3 позволяют делать ставку параллельно insert не блокируют друг друга и вы можете взять и вставлять несколько потоков теперь достаточно включить настройку под названием параллельный insert select и у вас данные из select параллельно будут вставляться то что написано в insert есть еще и распределенный insert select на кластере представьте что у вас задача переложить данные из одной таблицы в другую и у вас данные разбиты по шардам и они разбиты одинаковым образом и в принципе вы думаете что сейчас я запущу запрос insert select все будет хорошо но вопреки ожиданиям по крайней мере в старых версиях кликауса у вас данные из select читались все на сервер инициатор а потом обратно из инициатора распространялись по остальным серверам но теперь начиная с версии 20.4 достаточно выставить настройку или или даже это доступно по умолчанию я не помню и у вас insert select отправится на каждый шард кластера и в пределах каждого шарда данные будут перекладываться то есть нет перемещения данных по сети лишнего и все это еще больше расправиливается так оптимизации сортировок там сразу несколько оптимизаций чисто алгоритмических очень крутых первая из них которая дала наибольший результат она состоит в сортировке по кортежу то есть когда вы пишете order by x запятая y вот сейчас будет для разработчиков на оси плюс плюс я уверен что такие есть раньше мы делали эту сортировку так был объект компараторов в котором внутри цикл на два элемента но это значение 2 неизвестно в компайл тайме то есть это цикл в рантайме на два элемента и в каждом из них делается виртуальный вызов метода у столбца сравнить мы по этому циклу идем все сравниваем но это же плохо это не векторизовано виртуальные вызовы во внутреннем цикле вместо этого теперь мы подготавливаем перестановку для первого элемента кортежа по первому элементу кортежа а дальше делаем в рамках каждого диапазона где одинаковые первые элементы допереставляем перестановку по второму элементу и эта оптимизация я бы ее назвал тривиальная это тривиальный алгоритм эта оптимизация всего лишь ждала своего часа ждала замечательного разработчика энтузиаста который ее сделает и кликхаус растет и количество контрибьюторов тоже растет я очень рад что теперь эта оптимизация реализована так потребление оперативки при двухуровневой агрегации здесь объяснять на самом деле нечего были грабли оперативки потреблялось больше чем нужно и у нас есть замечательный контрибьютор супер профессионал профессионал именно самого высокого уровня я даже не знаю какие здесь можно найти комплименты но вы меня поняли его зовут Азат Азат полностью разобрался с этой проблемой и исправил ее так что вы можете передать свои благодарности любым доступным способом так про оптимизацию вроде вроде рассказал вот хорошо и я тоже передаю спасибо это действительно классно и прямо сейчас мы разбираемся как еще изменить потребление оперативки потому что есть оптимизация по цепу и в этом смысле у крикауса все хорошо но есть некоторые аллокаторы памяти там может быть такой компромисс мы можем уменьшить потребление оперативки чудо не в два раза прям вообще раз и в два раза меньше сервер потребляет но по цепу будет замедление там в три раза и вот как найти компромисс и чего будет стоить этот компромисс это серьезный вопрос и сейчас с ним разбирается один разработчик из моей команды и контрибьютор из другой компании это азарт я надеюсь что мы сможем сделать что кликаус будет работать на серверах с одним гигабайтом оперативки я не знаю откуда люди берут эти серверы на помойке какой-то ну мне говорят что все работает и знаете очень выгодно взять сервер на помойке за с одним гигабайтом оперативки и настроить на нем свой продакшн и сэкономить кучу ресурсов так теперь немножко скучные такие мелочи связанные с совместимостью здесь я могу сказать что идет систематическая работа и постоянно какие-то шероховатости устраняются так что теперь те системы которые вообще без понятия что им что они работают с кликаусом я не знаю как так можно но есть кликаус сервер к нему идет какая-то система типа табло табло вообще не знает что кликаус существует ну сколько можно и еще имеет наглость какие-то запросы туда задавать но факт в том что запросы по большей части наконец-то будут работать давайте посмотрим что для этого нужно во-первых типы данных теперь можно записывать с модификаторами null или not null при этом регулируется поведение по умолчанию можно сделать как по-старому более эффективно то есть по умолчанию типы not null если ничего не указывать можно включить более совместимый вариант с помощью настройки data type default null плюс синонимы типов данных которые никакого особого значения не имеют просто чтобы были вот здесь я написал varchar 255 потому что я очень привык что в mysql у меня varchar 255 или например там не ну это только в mysql версии 3.20 было ограничение 255 а сейчас там можно и больше написать или скажем кто-то напишет varchar 8000 я сразу буду знать эти люди пришли там из msql сервера а кто-то напишет там я не знаю nvarchar все это будет поддерживаться и мы это тупо будем считать что это строка и то же самое для блог ну и куча всяких еще других синонимов следующая штука такая немножко более спорная это то что в кликаусе всегда была и есть строгая типизация и она никуда не девается но в sql типизация менее строгая там можно всегда сравнивать число со строкой и ничего вам за это не будет если в кликаусе вы сравниваете число со строкой то кинется исключение но в качестве такого бонуса специально чтобы работали запросы мы сделали так что если вы сравниваете с константной строкой любой тип данных то мы эту константу в этот тип данных преобразуем если она не преобразуется то вернется то будет считаться что условие вернуло false то есть ровно так как и предполагается что будет работать запрос так вернется false или кинется исключение я честно говоря даже забыл я этот функциональ разработал на прошлых выходных или на этих выходных так и уже забыл что там кинется ну короче говоря запросы в таком синтексе наконец-то будут работать следующая штука которая сейчас в стадии review так что попадет в 20.6 это совместимый для про прокат раньше был у вас столбец типа nullable вы делали каст as a float и вам говорили нельзя преобразовать nullable тип в не nullable тип но если посмотреть как это работает в SQL то там считается что nullable надо сохранять и мы тоже это сделаем кажется даже по умолчанию это будет так что все будет работать как ожидается и следующий шаг это добавить чтобы можно было написать здесь не тип а что-то типа модификатора типа например в mySQL вы можете написать cast x as unsigned по секрету скажу что на самом деле unsigned типов вообще нету в стандарте SQL так что это к стандарту SQL не имеет никакого отношения но в mySQL они есть и люди привыкли и у нас тоже есть unsigned типы конечно же и это очень важно и полезно для идентификаторов всяких и было бы полезно если бы можно было написать на select что-то типа int8 as unsigned и оно бы преобразовалось в view int8 ну мелочь что-то скучно даже об этом рассказывать что еще есть еще такая штука как count distinct от nullable в предыдущих версиях он возвращал null если все значения были null теперь возвращает 0 маленькая шероховатость исправили все прекрасно сравнение string и fixed string таким образом что мы предполагаем что string дополняется паддингом справа то есть раньше если мы сравнивали строку с одним символом и fixed string с пятью символами которые содержат один символ а дальше просто нулевые байты она возвращала false теперь возвращает true как будто fixed string это sql char фиксированной длины операторы date и timestamp мы случайно их нашли в tpch запросах пришлось реализовать и вообще у нас есть таск реализовать все запросы tpch и tpcds причем tpch уже реализована с некоторыми небольшими изменениями а для tpcds нужно еще несколько крупных вещей которые боюсь говорить это коррелированные под запросы и оконные функции я не буду вам говорить когда это будет реализовано так если говорить про фичи у нас их много зелененькие это то что уже сделано черненькие это то что в стадии ревью или финальной доработки я сейчас не могу рассказывать про них всех так что давайте через чатик про новые фичи через чатик или через вопрос устно если вы задаете вопрос устно вы получаете автоматически футболку кликхауса вот такую так что не стесняйтесь выберите свою любимую фичу которую вы больше всего ждете и спрашивайте так я иду смотреть чатик итак интеграция с центри отправка ошибок это очень классная вещь и она вся исходит из того допущения не очень хорошего допущения что кликхаус иногда может упасть если мне говорят то что у нас кликхаус упал там на продакшене где-то какие могут быть причины самая частая причина это out of memory и здесь не поможет ничего кроме ограничения по оперативке которая как раз добавилась в кликхаус сервер чтобы уменьшить такие случаи и к отправке ошибок это не имеет никакого отношения если у вас ом то все понятно отправлять нечего но иногда бывает вторая причина это извините за такие слова баг в кликхаусе такое бывает бывает что какой-то код недостаточно протестирован особенно если это относится к какой-то краевой функциональности добавленной совсем недавно ну допустим вы стали использовать интерфейс совместимости с подгрессом там в коде а там маленькая мелочь реализована неверно и она приводит к крышу кликхаус падает такого быть не должно и мы принимаем всевозможные меры чтобы такого не было последнее изменение это скажем просто пару пунктов перечислить это расширение фазеров которые есть в кликхаусе для некоторых людей фазеры это такое оружие которое люди в одном известном сериале говорят фазеры к бою вот а для нас фазеры это такие тесты которые мучают кликхаус модифицируя запросы необычным способом и они находят больше багов или например это чек-листы и принцип что когда мы выпускаем релиз в нем ровно ноль известных воспроизводимых крышей ровно ноль это гарантия впрочем чего я про это говорю центре и отправка ошибок центре тоже пригодится сейчас pull request на финальной стадии будет доступен либо в 25 либо в 20.6 это opt-in то есть нужно включить вручную потому что отправка ошибок идет на сторонний сервис предоставляемый компанией центре отправят данные в какое-то чужое облако вы можете бояться вы можете не бояться и включить это например на своей тестовой среде чтобы раньше сообщать нам об ошибках которые обнаруживаются в тестовых версиях кликхауса и в случае когда кликхаус падает из-за сигнала segmentation fold или сигнала abort или еще какого-то сигнала собирается stack trace с адресами функций и отправляется в этот удаленный сервис дальше мы там смотрим какое количество ошибок какие самые частые и исправляем так вот появились новые вопросы distributed over distributed что это такое вы можете создать distributed таблицу в кликхаусе но что будет если вы создадите еще одну distributed таблицу которая смотрит на несколько других distributed таблиц это было возможно возможно но только если все таблицы distributed кроме одной имеют ровно один шар то есть например вы можете создать distributed таблицу которая смотрит на удаленный сервер или пару удаленных серверов но один шар на котором еще одна distributed таблицы она смотрит еще на 10 шардов это работало и работает что не работало не работает когда distributed таблица смотрит на 10 шардов а эти 10 шардов содержит еще одну distributed таблицу которая смотрит еще на 10 шардов зачем все это нужно это либо для конфигурации почему-то так удобно либо для оптимизации сети да зачем так вообще делать почему не запретить совсем но раньше это было запрещено я спрашивал людей зачем так делать потому что на самом деле если 10 шардов смотрят каждый еще на 10 шардов то вы можете создать одну distributed таблицу в которой все 100 шардов перечислено в плоской конфигурации и будет работать но все-таки такая вещь нужна для то ли для конфигурации этих распределенных кластеров когда у вас их несколько и вы хотите их объединять может быть эти несколько кластеров для разных клиентов в разных регионах типа того что в Европе один кластер для европейских клиентов в США другой кластер для клиентов в США и вы почему-то не хотите записать их еще в третьем кластере который сразу все будет включать а вы хотите просто дистрибут таблицу еще одну создать которая смотрит на два кластера теперь это возможно я не думаю что это будет прямо более эффективно скорее даже нет но с точки зрения конфигурации кажется будет удобно так куски данных в оперативке и write ahead log не придет ли это к большим проблемам типа дедупликации это как раз будет лучше чем буферные таблицы потому что в таблицах типа буфера вставленные куски данных не дедуплицируются пока они не будут склеены и не пойдут в репликейт а здесь функциональность встроенная то есть вы записываете эти пачки данных и они сразу дедуплицируются но на всякий случай скажу что для того чтобы они дедуплицировались там все равно идет запрос звуки то есть количество этих ставок мелких секунду все равно будет несколько ограничено так следующее про decimal 256 и decimal 512 да эта функциональность она уже полностью разработана находится в стадии review и есть тесты производительности они весьма обнадеживающие то есть decimal 256 работает чуть больше чем в два раза медленнее чем 128 а 512 работает ровно в два раза медленнее чем 256 то есть результаты производительности не магические а полностью соответствуют ожиданиям и если уж вы спросили про эту возможность я на всякий случай скажу зачем она понадобилась тут сразу несколько мотиваций первое вот децимал обычно нужен для хранения денег децимал 128 позволяет хранить 38 знаков если мы храним данные с точностью до миллионной доли какой-нибудь цента то мы можем хранить в этих 38 знаках сколько получается отнимаю значит 6 еще 32 знака то есть это сотни миллиардов долларов до миллионной доли цента казалось бы все что нужно зачем еще больше и тут такие соображения первое а вдруг миллионной доли недостаточно а вдруг у нас есть какая-то биржа деривативов где почему-то объем торгов превышает миллиарды долларов но есть еще один аргумент который вот совершенно точно это биткоин и эфириум там разбиение гораздо больше чем эти миллионные доли я не помню в этих у вас была опечатка я бы предложил лучшую опечатку это криповые валюты там еще больше разбиение гораздо больше кажется чем миллиард и еще один аргумент это конвертация валют если вы храните деньги в децимале у вас есть еще курс обмена валют и вот казалось бы точности достаточно но когда вы домножаете одно на другое внезапно требуется больше знаков поэтому вы сможете воспользоваться и децимал 256 это получается 76 или 77 знаков да average считается через float в общем при необходимости можно посчитать скажем сумму или можно воспользоваться функцией суммы это не точные данные а если вы считаете сумму то сумма будет считаться совершенно точно и это важно потому что ну это будет какой-то bottom line в каких-то счетах важно чтобы эта сумма посчиталась без глупостей а если средняя типа там люди в москве у них средний чек за яндекс еду не знаю какой там тысячу рублей и одна десятая одна сотая и триста тридцать тысяч я думаю это нормально так про какие фичи еще спрашивали о отказ от лидер лекшн при репликации вот это мое любимое потому что довольно долго подходили к этой задачи и некоторыми серьезными усилиями удалось выбрать схему реализации и наконец-то сделать итак что такое лидер в таблицах репликаетов мерч 3 сразу отмечу что репликация у нас мастер-мастер вставка идет на любые реплики ровно как и чтение но выбирается одна нода которая называется лидер это лидер не имеет отношения к запросам а имеет отношение только к бэкграунд операциям к назначению мерджей это нужно для того чтобы мерджи назначались консистентным образом чтобы две разные реплики не назначили какие-то пересекающиеся мерчи в принципе это прекрасно работает но имеет некоторые недостатки предположим что у вас не очень хорошо работает сеть а на больших пластерах и в больших компаниях всегда 99 и сколько-то там еще девяток проблем это в первую очередь сеть она всегда плохо работает и какие-то куски данных по репликации не приезжают что будет если реплика лидер отстает в этом случае она не увидит куски которые нужно мержить и не назначат мерджи для них и при вставке на другие реплики вы получите сообщение такое которые многие знают не лучше печально такое известное сообщение мерджи are processing significantly slower than inserts и инсерты отклоняются и вот чтобы избежать этой проблемы мы решили сделать отказ от лидер election теперь у нас там лог-фри алгоритм распределенный то есть оптимистично мы берем версию потом оптимистично пытаемся назначить мердж и делаем транзакцию которая с compare and swap и если транзакция не прошла значит какая-то другая реплика нас начала мердж и мы просто повторяем все это так вот работает хорошо так ну пожалуй пора уже подходить к концу чего у нас дальше рекомендую всем обратить внимание на расширенный roadmap кстати вот тут ссылки ошибка я не знаю зачем но недавно мои коллеги которые управляют сайтом документации и все такое поменяли подчеркивание на дефис я это исправлю в презентации у нас есть официальный roadmap расширенный со списком всех возможных задач на 2020 год он сделан с запасом таким чтобы понимать что если там больше половины удастся это прямо супер круто и этот roadmap содержит актуальный статус он эволюционирует там написано кто делает кто и попадаются всякие там описания типа начались поползновения по этой задаче или там я не знаю написано эта задача как-то тащится запланирована на Q3 все такие вещи рекомендуется смотреть именно в этом roadmap я могу сказать я на самом деле все еще веру в 2020 год то что этот год очень интересный но не беспокойтесь все будет хорошо задач много есть что делать и на этом мой доклад все а сейчас у нас я думаю у вас много возникло вопросов в процессе доклада я вижу было много поднятых рук и сейчас я готов отдельно и обстоятельно ответить на все эти вопросы мы разделим секцию ответов на вопросы на две части первая часть до 22.00 официальная под запись на YouTube вторая авторпати уже без записи вы сможете быть более смелыми итак первый вопрос Артур пожалуйста добрый вечер спасибо за доклад вопрос такой иногда у меня бывает ситуация особенно когда перекачиваю данные из других систем в ClickHouse но не могу остановить запись в ClickHouse и возникает ситуация когда у меня огромные партиции и хочется сделать Merge и он занимает очень много времени и работает в один поток и чтения никакого нету можно как-то сделать так чтобы Merge работал по множеству потоков и закончился быстро или нет во-первых рекомендация по загрузке данных предположим у вас есть система она работает в продакшене отвечает на пользовательские запросы но внезапно вы хотите залить туда еще кучу данных из другой системы как бы дополнительно можно это заливать в основную таблицу но можно создать рядышком таблицу с той же структурой скажем типа Merge 3 загрузить туда все эти данные дождаться Merge или сделать Optimize а дальше выполнить запрос на основной таблице под названием Alter Table Attach Partition From вот вроде правильно помню я так и делаю проблема в том говорю что не получается мне нужна дедупликация и в основном нужно Optimize Stable Partition Final Deduplicate и он делается в один поток и партиции очень длинные и это заканчивается там может час длиться может два часа идти и никакого чтения нету можно как-то сделать так чтобы многопоточный Merge шел или нет один Optimize действительно работает в один поток если вы сделали Optimize Final для партиции то эта партиция целиком будет менеджиться в один поток но при необходимости вы можете назначить несколько Optimize для разных партиций но один только в один поток и пока распараллелить это нельзя хорошо спасибо это если нужно форсировать дедупликацию а если это не нужно я бы рекомендовал вообще не выполнять Optimize данные будут мерзиться в фоне и померзиться до какого-то состояния конечно не до финального но до какого-то так следующий вопрос была поднята рука Дмитрий Логвиненко Дмитрий пожалуйста привет привет о меня слышно отлично меня зовут Дмитрий мне сказали что кликхалс не тормозит но у меня совершенно нудский вопрос у меня есть таблица на репликейт на реплейсинг мерж 3 на которой смотрят вьюха материализованный и она тоже реплейсинг мерж 3 мы инсертим пачку данных потом еще еще у нас в таблице появляются задвоенные строки по ключу и витрину они тоже красачиваются со временем когда в оптимайзер у нас проходится таблицы задвое исчезает а в матвихе они так и остаются пока мы руками уже не дернем оптимайзер это какой-то баг или так и задумано на самом деле в фоне данные оптимизируются одинаково как для основной таблицы так и для вьюхи но возможно что из-за того что у них разный объем получается так что для основной таблицы они оптимизируются более часто а для вьюхи более редко и алгоритм такой что он данные не старается домерзивать до конца он их постоянно он их мерзит но немножко недомерзивает и в основной таблице и во вьюхе если вы действительно хотите финальные данные то либо выполнять оптимайзер периодически либо делать селект с модификатором файнал который теперь распараллелен я на всякий случай скажу ну селект с модификатором файнал стал там 10-20 раз быстрее но он все равно медленнее чем просто селект без этого модификатора ну а это вообще нормальный способ избавляться от дубликатов данных или лучше что-то другое использовать это касается как хранения на диске так и результатов запроса такой способ с оптимайзер файнал он нормальный для маленьких таблиц то есть для как раз материализованных представлений с витринами потому что он будет идти сравнительно быстро его можно будет запускать ну там каждые даже несколько минут правда все равно это ведь будет не на каждый запрос так что все-таки данные будут чуть-чуть недомерживаться а вот для больших таблиц я бы не рекомендовал делать оптимайзер файнал вообще а маленькие и большие это сколько строках или в байтах маленькие миллионы большие миллиарды спасибо следующий вопрос от Ильи Цуцкого вопрос возник в ходе прошлого ответа на самом деле касательно стейтмент attach partition from там также есть понимающий стейтмент move partition правильно ли я понимаю что в то время как attach partition from физически копирует данные то move partition подменяет метаданные и следовательно существенно быстрее работает мне нужно перед вами измениться я недостаточно хорошо знаком с кликаусом сделаю поправку запроса alter attach partition from не существует есть запросы move partition from и copy partition from если делать move partition да alter attach partition from существует он есть на документации действительно висит я объясню на самом деле то есть там как бы извиняюсь что я влезаю там все сделано на simlink в обоих случаях то есть это запросы мгновенные на самом деле создается просто simlink на все файлы на файловой системе и просто как бы там ничего не копируется никуда новые файлы не создаются никогда то есть не переливаются не переливаются сами данные просто simlink и все а тогда вопрос вот если в первую таблицу из которой происходило attach дописываются данные в партиции то есть в то время как мы после того как мы сделали attach partition в другую таблицу получается что во второй таблице тоже будут видны изменения которые были сделаны в первой таким образом или как нет на момент attach будет взят консистентность snapshot этой партиции и как раз для него будет это выполнено то есть там на самом деле есть attach есть replace там есть все варианты то есть в принципе можно достичь всего то есть как бы есть вариант когда в исходной таблице данные исчезнут и вы туда когда пишете у вас новая партица задастся а есть вариант когда там данные останутся окей спасибо то есть да мук там сбьем так и следующий вопрос кто раньше поднял руку кажется Павел Вайнерман да добрый день вечером добрый день точнее увеличите пожалуйста немножко громкость а хорошо сейчас секунду раз два три так да так лучше вот у меня вопрос тоже касающийся replacing merge 3 вот этого движка опять же вопрос про дубли что по-вашему да как эффективно есть ли разница использовать select from final да или там использовать argmax как альтернативу будет ли argmax быстрее чем чем final не делать ли это одно и то же да argmax может быть иногда быстрее чем final но есть другие соображения дело в том что когда вы делаете запрос с группой из replacing merge 3 вам придется сделать группой по ключу этой таблицы и по этому ключу у вас будет объем данных примерно столько же сколько почти все строки таблицы потому что почти все они уникальные есть только немножечко недомерженных и на такой группой вполне может не хватить оперативки так что ответ быстрее обычно но сложнее но может не хватить больше потребляет а если какой-то тогда может быть то есть например мы пишем пишем данные у нас они точно там соответственно пересек могут пересекаться возникать вот эти дубли есть ли какой-то сценарий я не знаю совет например можно запускать вот этот оптимайзер принудительно после какой-то вставки больших патчек данных запускать оптимайзер но я понимаю что некоторое время будет вот эти дубли мы писали писали в этот момент селекторы могут вынимать дубли а что не хотелось бы можно ли как-то делать вот это ну не знаю транзакционно что ли то есть мы пишем 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 потом говорим оптимизируем и только потом селекторы будут это видеть есть ли что-то какой-то способ или вот это через какую-то временную таблицу парт какой-то такой для начала все определяется тем откуда возникают дубли какая природа дублирования данных один вариант это то что дубли есть в исходных данных и это неизбежно да именно этот случай у нас получается что пересекающие диапазоны что там обязательно возникает дублина на краях вопрос по поводу транзакционности на самом деле можно изобразить транзакцию на вставку данных как раз с помощью соседней таблицы типа merge3 и затем запроса от touch partition from этот запрос будет добавлять партицию сейчас надо точно вспомнить вспомнить то ли он будет добавлять всю партицию атомар на поле каждый отдельный кусок и я боюсь сказать но кажется скорее каждый отдельный кусок то есть самому позаботиться о том чтобы все добавить не забыть нету какого-то такого готовой функции аля вот вот эту таблицу возьми добавь в эту всю все ее партии такого нет но вы можете для временной таблицы merge3 выполнить optimize final данные в партии померзутся в один кусок если конечно их не больше 150 гигабайт потому что это ограничение на merge и после этого атомарно добавить этот кусок в основную таблицу хорошо с другой стороны с дубликатом это вопрос более сложный вам придется посмотреть какие данные уже есть в основной таблице вычистить эти данные из той таблицы с помощью alter delete чтобы дубликатов не было и потом уже делать обтач ну да действительно ну хорошо я примерно понял по крайней мере что готового механизма нет что действительно надо уже решать может быть на уровне исходных данных еще как-то до этого додеплицировать можно это комментировать да конечно на самом деле то есть ну как бы не в яндексе ни в каких других больших компаниях то есть ну как бы ну replace для этого не используется ну это близ фактов ну то есть данные должны быть очищены как бы до этого то есть такой проблемы ну просто не должно быть вообще в pre-housing ну Cocker ну сам движок как-то он так к этому располагает что вроде как вот я пользует ну мы пользуемся на у нас там не знаю у нас очень широкие записи по нескольку килобайт и в таблице фактов, и их миллиарды в день. И это как бы небольшой объем, наверное. Но как бы все равно это сотни гигабайт в день, и это как бы реплейсинг там, при этом невозможно использовать, он никогда не закончится. Поэтому реплейсинг у нас используется на плечке, в которой там как бы два поля, то есть это фактически как бы дименшин какой-то, да. Но не для таблиц фактов, да. То есть факты просто приезжают через там редисы, кассандры, где на самом деле все схлопнуто, заэнричено, да. То есть данные, конечно, попадают там, они запаздывают от реальности на 20 минут, да. А если какой-то нужен энричмент более, как бы, то есть там, что данные через сутки должны обновиться, но это либо через словари, либо через join, через другую таблицу, но не через таблицу фактов. Ну, я хорошо, я понимаю, что реплейсинг все-таки не для этого, и в плане, что он разрешает дубли на какой-то период, и мы должны быть на этом готовы. Сейчас мы get, ну вот аркмаксами как раз там файнал все-таки тормозил на некоторых наших случаях. Аркмакс вроде пошустрее. Вот пока так обходимся, то есть на уровне селектов, да, депликацию делаем. Да, но это все равно, как бы, это все равно очень большое замедление для кликхауза, то есть это замедляет кликхауз очень сильно, то есть поэтому лучше, на самом деле, как-то выкручиваться на уровне ETL до кликхауза. Хорошо, спасибо большое. Спасибо всем за ответ. Да, и спасибо Денису за помощь с ответами. Так, следующий вопрос. Диджей, пожалуйста. А у меня тоже все про реплейсинг. Я пару дней назад там тикет открыл, про то, как это может быть решено. Мы, по-моему, с Дени обсуждали это в чате пару месяцев назад, и я у него что-то спрашивал по этому поводу. То есть довольно часто как бы данные льются. Да, хорошо, когда есть там промежуточная Кассандра и все дела, но в реалии они обычно другие. Данные льются, допустим, в кликхауз, иногда бывают дупликаты. Или иногда надо бывает обновлять данные. И проблема файнула в чем? Проблема файнула на самом деле не в том, что он параллельный, а в том, что он тупой. То есть он пытается мерзить, даже когда мерзить на самом деле не надо. Я сейчас о select final говорю. То есть если у нас есть данные, которые разбиты по партициям, и во всех старых партициях остается один парт, у которого левел больше, чем ноль, то там уже ничего дедуплицировать не надо. То есть на самом деле select final может быть сделан только на сегодняшних данных. Ну, условно, если это дневная партиция, там на текущем месяце, если это месячная и так далее. И все это может работать на самом деле в разы и в разы быстрее. ArgMax иногда может работать, но у ArgMax там помимо памяти еще проблема, что все надо в координатор. Все будет в координатор нот сливаться со всех шардов. Это тоже другая проблема. То есть вот поэтому там пару дней назад я еще сделал. Не знаю, по-моему, вот это еще решает достаточно много юскейсов. Ну, я примерно посмотрел, в гитхабе есть там другие тикеты, то есть люди предлагают нам вплоть до MVCC там с саркастическими комментами от Дениса в этих тикетах. И там достаточно такие очень серьезные предложения, но на мой взгляд, это достаточно простой такой хак, который позволит использовать select final в достаточно большом количестве кейсов, если его реализовать. Я не знаю, может, я что-то упускаю здесь. Да я уже посмотрел эту issue, как раз несколько дней назад видел. Все там хорошо и правильно. Правда, некоторые нюансы будут, но они все разрешимы. Например, один нюанс, это если ключ партиционирования не входит в первичный ключ или не обеспечивается, что в разных партициях разные первичные ключи. В таком случае будет ли нормальным сделать такой режим работы, что данные все равно в разных партициях не домерзиваются? Можно сделать настройку для этого? Ну, я вот настройку и предложил, но ниже Филимонов предложил, что надо просто в order buy, то есть человек сам себе злой буратино пускай засовывает в order buy. Ну нет, это просто поведение final сломает для некоторых пользователей. Ну да, поэтому я предложил настройку, то есть по дефолту настройка должна быть выключена, то есть not merge across partition, то есть человек выставляет set do not merge across partitions, и его select final будет игнорировать старые партишены, которые уже смержены до одного парта. А если входит в ключ сортировки, то и без настройки можно уже оптимизировать этот мерч всегда. Там тонко, например, может быть функция над ключом сортировки. Ну да, конечно. Если эта функция инъективная, то есть дает разные значения на разных аргументах, то тоже получается можно. Или, например, мы можем в кусках разных посмотреть минимальное и максимальное значение первичного ключа, а потом взять подножки кусков, которые гарантированно не пересекаются, и тоже мерзнуть параллельно. Да, ну я к чему, нам очень надо, пожалуйста, сделать. Я могу сказать то, что сейчас в чате очень удобно, что среди разработчиков кликауса присутствует не только я. и я посмотрю, кто еще присутствует. Так, вижу одного, Александр Сапин. Так, вижу Николай Кочетов. Я сейчас ради эксперимента спрошу как раз у разработчика, который сделал параллельный файл, что он вообще думает по поводу вашей задачи. Можно ли ее сделать сегодня вечером или завтра утром? Николай... Не, ну я скажу, что сегодня вечером точно не получится. На самом деле, каких-то блестящих идеев у меня нету, но, наверное, можно реализовать когда-нибудь, если хорошо все придумать, потому что, ну, правда, кривых случаев много. Я пока еще не очень уверен, что все будет очень просто. Ну, у меня вопрос простой. На самом деле, идея нравится. Ну, идея-то огонь. Ну, и все тогда. Надо делать. И вроде это не требует фундаментальных изменений в коде. Как будто бы. Ну, это так. Будем смотреть. Если что, у нас будем обсуждать. Там действительно это довольно долго рассматривалось. Уже давно. Не, завтра утром, на самом деле, это вряд ли будет. Это я по-честному скажу. Вот понедельник следующий. Какой-то шанс, может быть, есть. Спасибо. Мы тогда во вторник выкатим. Так, давайте тогда следующий вопрос. В принципе, у нас есть вопросы еще из чатика. Я попробую какой-нибудь из них зачитать. Почему мерч имеет ограничение в 150 гигабайт? Это ограничение не фундаментальное. Оно настраивается в конфигурационном файле. И там сейчас прописано 150 гигабайт. Чтобы ответить на вопрос, почему 150, можно ответить просто. Раньше было 100, и мы увеличили в полтора раза. Правда, возникает вопрос, почему увеличили, и почему в полтора раза, и почему раньше было 100. Итак, почему раньше было 100? Потому что мы хотим избежать слишком больших мерджей. Большие мерджи, допустим, захотели там помержать терабайт данных. Почему это плохо? Во-первых, это долго будет идти, сам мердж. Во-вторых, он зарезервирует место на жестком диске для его проведения. И для других мерджей уже может не хватить. Хотя там есть защита от этого. То есть это некоторое такое разумное ограничение сверху. Какие куски объединять уже не надо. Но когда у нас было 100 гигабайт, мы столкнулись с тем, что на некоторых серверах подключены большие дисковые полки, более чем 100 терабайт на один сервер. И таких 100 гигабайтных кусков получается много, и они уже не могут мерджиться, и селекты не проходят, потому что говорят слишком много кусков. Поэтому мы решили увеличить, но постепенно. Сначала в полтора раза. И когда мы это увеличили в полтора раза, мы столько огребли жалоб от пользователей, что они установили новую версию сервера, ограничение вдруг стало в полтора раза больше, и сразу же назначилась куча мерджей, и стал сервер очень нагруженным. И поэтому следующие полтора раза мы планировали увеличить, но больше никогда не делали. Теперь, пожалуйста, сами, если хотите, можете трогать этот параметр, но лучше не надо. А теперь вопрос снова из чата Геннадия Мухаммердзянов. Снова привет. Привет. Давайте кейсам вернемся, все-таки интересные кейсы по eB и анализ того, что можно сделать на основе Кликхауса. Сейчас я вижу то, что мы можем, в принципе, записывать логи, можем как-то их анализировать, но это больше SQL-синтекис. Можно ли какую-то оберку такую сделать, как сплангский SPL, условно, который транслируется в запросы и делает такую же логику, которая более красиво сделана, условно, в спланге? Да, я понимаю. То есть нужен язык для анализа, фильтрации временных рядов и логов. Похоже на спланг, а в спланге он похож на, скажем, преобразование потоков данных, когда они записываются через пайп, то есть какие-то данные, там пайп-фильтр, там пайп-еще что-то там. Да, это очень удобно сделать. Да, это удобно. Но я могу сказать, что пока такой задачи в нашей команде, по крайней мере, не стоит. Мы это для своей группы разработки не рассматриваем. У нас более насущно это сделать SQL более совместимым, более близким к стандарту SQL. И на это действительно уйдут ресурсы. И мы, по крайней мере, сейчас не будем заниматься разработкой какого-то другого языка. Хотя это действительно было бы очень удобно. И тут вся надежда на, во-первых, если мы внезапно хорошо справимся с текущими задачами и сможем вернуться к этому. или если мы найдем хороших разработчиков-энтузиастов, которые смогут нам помочь. Понятно. Спасибо большое за ответ. Так, теперь дальше вопросики из чатов. Или давайте сделаем так. Сейчас я объявлю маленький перерыв на 3 минуты. Вы пока готовьте свои вопросы и поднимайте руки. И я буду ожидать, увидеть и услышать самые интересные вопросы, за которые мне не жалко будет выдать вам футболку. А сейчас 3 минуты. Небольшой перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сейчас у нас в ближайшем рассмотрении идет другое. Это пользовательские функции UDF, обычные и агрегатные функции. Эта задача все еще на стадии пронотипирования, то есть сейчас рассматриваются два варианта. Один вариант – это UDF на Python, в котором, во-первых, если операция поддержана NumPy, то они работают достаточно эффективно, если нет, то Python, ну и есть Python. Другое – это пользовательские функции, реализованные с помощью внешнего кода, который запускается отдельным бинарником и передает данные через Shared Memory. Там до сих пор пока еще даже нет рабочего прототипа, так что об этом думать еще рано. И я бы не обещал UDF на этот год, хотя, может быть, и повезет. А про пользовательские типы – здесь самое интересное, что именно кастомизируется. Если кастомизируется ввод-вывод, то есть преобразование в строку и обратно, а внутреннее представление основано на существующем типе, но прямо в SQL написано, как он выглядит, то в этом случае вполне можно было бы сделать. Но пока задачу не распакиваем. Вот я пример скинул в чате, вот такого варианта. Так, сейчас посмотрим. А, я понял, это получается структура? Ну да, структура. Из нескольких полей, что-то типа кортежа именованного. И вот что значит frozen conditions? Ну это как раз синтаксис кликхауса, замораживает значения в мапе. По сути, это век... Честно говоря, даже сейчас не вспомню, что это такое. Больше интересует сама возможность сделать вот такие типы, для того, чтобы ими пользоваться. А если, скажем, сделать синтаксис create type, какое-то имя, равно, и дальше описание существующего типа в кликхаусе, например, это tuple именованный или nested? Какой предложите вариант? Интересует сама возможность, потому что разработчики... Ну я сам сейчас не занимаюсь разработкой, это как раз пример одного из разработчиков, который пользуется лейхаусом. И вот заинтересован в том, чтобы создавать, соответственно, в своем каком-то пространстве свои типы данных, с ними работать, и потом с этим данным объединить. А, Денис, пожалуйста. Я хочу сказать, что это все, в принципе, невозможно, потому что тут проблема-то в том, что они хотят хранить map, то есть в колонке, из каких-то своих собственных объектов. И это просто опять упирается в то, что мы не можем сделать как бы 10 тысяч колонок и 100 тысяч файлов в каждом парте, потому что это будет очень медленно. Поэтому как бы... Но этого никогда не будет, потому что... Клейхаус именно быстрее с UDB, наверное, в сотни раз, именно потому что у него совершенно другой дизайн, в котором невозможно вот эту хотелку сделать. Спасибо. Итак, Денис говорит, этого никогда не будет. А я бы так... Нет, возможно, будет. То есть там... Мы же обсуждали в чатике о том, что да, у кого-то есть тип map, когда значений ключей мало в парте, то тогда это теоретически возможно. Ну вот здесь как раз получается некий словарик небольшой по авардам, и суть в том, что он кастомизированный и периодически будет меняться. Ну, там, допустим, у человека. Но при этом такой функциональности сейчас в Клейхаусе нет, например. И слабо представить. Ну, и, конечно, можно другими способами реализовать, обращаться к Diction. Ну, просто люди хотят. Поэтому спрашиваю. Нет, скорее всего, что то, что вы хотите, как-то можно выразить, да, в Клейхаусе через несколько массивов, да, через один массив. То есть это очень сложно, как бы, ну, в смысле, вообще трудоемко со стороны со стороны приложения, если у вас особенно искусствуют запросы, вы пишите руками. В принципе, как бы это возможно, и, наверное, это можно в Клейхаусе как-то облегчить. То есть как-то, да. Но, в самом деле, я тяжело представляю, это уже, ну, по-простому сделать, чтобы вот такие свободные типы, да, хранить в мапах. Не знаю, это тяжело. На самом деле у нас есть секретный план, как постепенно к этому подойти. Но он такой сложный, потребует нескольких переработок в системе. Там, что, чего мы хотим добиться. Представьте, если вы загружаете в Клейхаус полуструктурированные данные в виде джойсонов, и они каким-то образом раскладываются прямо по столбцам, причем не обязательно большое количество файлов. При этом продолжают работать эффективно запросы. Я про это подробно говорить не буду, там довольно сложный такой хитренький план, как сделать так, чтобы это реализовать, но при этом сохранить, вернее, не потерять суть Клейхауса. Не потерять то, за что мы любим Клейхаус. Спасибо. Давайте я зачитаю вопрос из YouTube. Расскажите про агрегатные функции для статистических тестов. Это было среди новых фич. Итак, что это такое? Есть самые разные статистические тесты, которые можно применять на всяких данных. Если вы работали с такими языками, как R, то вы знаете, что там просто целый набор готовых инструментов, которые позволяют, скажем, такой базовый набор задача аналитика. Проверить критерий нормальности распределения. Проверить критерий, что среднее значение одной случайной величины, у которой есть выборка, отличается, и, скажем, меньше, чем среднее значение другой случайной величины, выборка, которая нам тоже дана. или некий робастный критерий, который сравнивает медианы. И все это можно записать в виде некоторых алгоритмов, которые удобно использовать в виде агрегатных функций. В качестве примера будет написано просто select man-whitney-test от x, y, и оно прям возьмет выборки, посчитает там все эти критерии, а в качестве параметра перед агрегатной функцией это уровень правдоподобия или что-то в этом роде. В общем, классная штука. Так, посмотрим теперь, чего у нас есть. Я еще давно не заглядывал в чат в Телеграме, но так, в Телеграме тут ничего интересного. Три чата приходится смотреть, или даже четыре. В зуме их почему-то два. Сейчас посмотрим, какие открытые вопросы. Так, можно ли поддержать протокол Redis? Это странный вопрос, потому что Redis это KeyWave база данных, и она ориентирована на большое количество маленьких запросов. Или на пачку большого количества маленьких запросов. То есть вы отправляете там ключи, получаете какие-то части значений. Какие-то части этих структур данных. А ClickHouse это все-таки не KeyWave база данных. Но я по секрету скажу, на самом деле в некоторых мечтах, которые серьезно рассматривать не стоит, но стоит просто рассматривать. Есть вариант, что можно сделать агрегирующие таблицы в оперативке. Как, допустим, у вас идет select, выполняется groupby. groupby представляет собой хэш-таблицу. Почему бы не сделать так, чтобы эта хэш-таблица в оперативке постоянно сидела и доагрегировала данные. И потом сделать KeyWave запросы по протоколу Redis, который это смотрит. И что я на все это могу сказать? Я разработчик, я энтузиаст, но степень этого энтузиазма иногда подвергается сомнению. И я могу сделать большую часть фич, которые перечислены в нашем roadmap, но не все. Так что посмотрим, как можно будет оценить величину этого энтузиазма. Если все будет продолжать быть хорошо, то, конечно, мы к этой задаче вернемся. Так, следующий вопрос из чатика. Реализован ли grant with admin? Да, и это называется чуть по-другому grant with grant option. То есть пользователю дать права, раздавать права. Вот так. так, ну что, в списке участников не вижу поднятых рук. О, давайте. Сначала те, кто еще не сдавали, Дмитрий Дмитрий Джей. Да, да, меня слышно? Да, слышно. У меня вопрос с темой продолжения мержей. То есть, получается, приведу сразу пример. Допустим, раз в сутки нужно сливать огромную пачку данных, да, большую, делать инсерты. Есть ли какая-то возможность временно остановить мержи? Ну, то есть, залить огромную, то есть, залить огромную большую пачку данных и после этого уже делать оптимайзи или дедупликейты там и так далее. Да, такая возможность есть. Называется запрос System Stop Mergers. Указывайте имя таблицы, то есть, System Stop Mergers, какая-то таблица. Сразу скажу про один маленький нюанс. Вот, вы выполнили этот запрос, мержи остановлены. Вы стали загружать данные инсертыми. У вас каждая пачка данных, там по умолчанию миллион строк на инсерт, создаст кусок данных. Когда кусков данных станет много, по умолчанию больше трех сот, выгнется исключение кусков слишком много. Поэтому, если вы хотите загружать большой объем данных, либо увеличите размер пачки для инсерта, сколько хватит оперативки, либо в таблице типа мерж3 в настройках пропишите, что максимальное количество кусков, до которых допустимо, должно быть больше трех сот. Я понял, спасибо. Насколько я понимаю, на самом-то деле мержи восстановить не надо, то есть вы какую проблему решаете. Скорее у вас too many parts, но вы ее наоборот не решите остановкой. Нет, тут дело даже не в проблеме too many parts. Тут дело в том, что есть огромный объем данных и нет смысла ресурсами делиться, потому что я знаю точно, что я буду делать огромную заливку данных и только потом я с этими данными буду что делать. То есть цели как можно быстрее запихать и сделать insert за кратчайшее время. цели, чтобы меньше сервер тратил ресурсов, потому что insert скорее всего будет долгий, он будет очень долгий, то есть объем данных будет миллиарды. Нет, это без разницы на самом деле, мержить все равно придется, то есть один и тот же объем, у вас одинаковое количество мержей получится, и одинаковый объем примерно смержится. То есть еще и дубликаты убиты. Тут как бы не совсем так, то есть мерж, он же просто когда он мержит, он не убирает дубликаты, он просто записывает только одну из строк, то есть мержит два парта, и там одинаковые строки в партах есть, и он записывает только одну из них, и таким образом убираются дубликаты, то есть они не убираются, Это просто побочный продукт самого мержа. И когда у вас мержа будет 200 парков одновременно, такого на самом-то деле не будет. Все равно, наверное, мержить по 10. У вас также точно будет записываться только одна строка. Я не вижу смысла остановить мержу. Вам скорее нужно бороться за размер инсерта. Инсерт, когда он делается, можно его сделать очень большим. Я показывал примеры, как можно 100 миллионов в срок одним инсертом вставить. Только вопрос, хватит ли оперативки, потому что он должен поместиться в АЗУ, чтобы его отсортировать. Да, я вас понял. Вот сегодня я понял, что главным специалистом по ClickHouse являюсь не я. И это, конечно, хорошо и очень радует. С другой стороны, куда катится мир? Это лесть на самом деле, потому что я, конечно, знаю не все. И на самом деле все эти знания из ваших же ответов. Поэтому как бы... И я просто знаю, о чем они спрашивают, потому что, ну, как бы я отвечаю на какие-то уже точно вопросы своих разработчиков и на вопросы в чате и везде. В общем, это отлично. Будем работать вместе. Так, следующий вопрос снова от DJ. Да, у меня их просто куча, я по чуть-чуть порционно выплескиваю. Так, у меня вот такой вопрос. Совсем недавно в одном из наших продуктов нам нужно было сделать такой запрос. Запрос, грубо говоря, сканирует таблицу, факт-таблицу. В ней есть колонка с массивом. И там по ней происходит хезение на другой массив, который там в подзапросе или статистически передан. И вот такой запрос с has any работает в разы медленнее, чем если сделать array join на факт-таблицу. И просто делать in и array join вот этого внутреннего подзапроса. Это с чем-то связано, с симдом каким-то или с чем-то еще. Я не смог понять, почему так. Но это всегда так. Значит, запрос получается where has any, что-то там, запятая под запрос. Да, под запроса даже нет. В визе мы сначала делали этот массив. То есть запрос получается select из таблицы where has any, колонка массива и статический массив. Ты говоришь про тот случай, когда ты в лямбду передаешь массив. Да. То есть на самом деле передается, то есть как бы... Лямбда применяется к элементам одного массива, и в лямбду мы передаем массив. И получается, что так как массив размножается, вот этот, который мы передаем в лямбду, то как бы, да, как бы это становится сильно медленнее. То есть вопрос, почему мы копируем, как бы... Статически, да. Почему мы копируем массив, да, который внутри лямбды. То есть мы, я это, я не знаю, то есть там можно спросить у Алексея, да. То есть, ну, да, и это увеличивает сильно потребление памяти в разы, да. Да, ответ абсолютно верный, и ровно то же самое я хотел сказать. Да, это недостаток, то, что в лямбдах те статцы, которые есть, размножаются по значениям массива. Если там уже есть массив, то получится, что этих массивов станет еще больше. И там предлагались идеи как-то улучшить. Например, можно автоматически преобразовывать этот массив в тип данных low-cardinality, чтобы, когда его все-таки нужно так вот виртуально размножить, это происходило один раз. И тоже хочется спросить, например, что по этому поводу думает разработчик из моей команды Николай. Ну, если я правильно понял, то low-cardinality от массива не будет работать сейчас, а нужно именно его. А в целом надо подумать. Опять же, ничего хорошего не скажу. Вот, смотрите, какая получается парадоксальная ситуация. У нас тут идеи такие хорошие, замечательные. А стоит спросить у разработчика, и получаешь ответ. А работать не будет, ничего хорошего не скажу. Я же не говорю, что работать не будет. Я говорю, что надо перебывать. Сходу, непонятно. По идее, данные в лямбде функции, то есть аргументы ее immutable. То есть зачем мы в каждый вызов лямбда функции копируем весь массив целиком? То есть если он очень большой, то есть там, например, как бы несколько мегабайт, то мы на самом деле на каждую получается max block size 65 тысяч, мы 65 тысяч раз мегабайт этот размножим, да, получается. Зачем это сделано вообще изначально? Это сделано исключительно для того, чтобы вычислить выражение над блоком таким же образом, как мы его вычисляем обычно. То есть мы возьмем внутренности массива, положим их в блок, и возьмем те столбцы, которые были в соответствующих выражениях в лямбде, размножим их по количеству элементов массива, тоже положим рядышком, и выполним функцию, как обычно, например, там плюс уже над этими строками в блоке. Ну, это из-за симда, правильно? Да. Мы так и предположили. Но получается в разы медленнее. Но суть в этом. То есть я не знаю, надо ли на это открывать Ишу вообще, либо оно, в принципе, не будет исправляться. Давайте Ишу на всякий случай заведем с тегом performance. Там, скорее всего, будет статус, то, что пока решения ищутся. Мы пока еще не знаем, как лучше исправить, но понимаем, что это исправить можно и нужно. Хорошо, понятно. А теперь у меня есть такой follow-up вопрос. Это скорее, почему мы вынуждены были вот это все делать. Есть такой замечательный функционал в ClickHouse, называется Hierarchical Dictionary. И мы там, у нас есть такое дерево, скажем так, с объектами, с путями. И нам надо проверять всех детей, либо всех родителей. То есть всех родителей найти довольно просто. Для этого есть метод DictGetHierarchy. А метода для детей нет. Это чем-то обусловлено, или это просто никому не нужно было? Это обусловлено тем, что там реализована та структура данных, которая минимальная нужна была для реализации тех запросов, которые осматривались изначально. Если мы хотим получать всех детей, то чтобы это эффективно сделать, нам нужно уже хранить не только ссылки на родителя, под сплощиками которых мы идем, но и массив ссылок на детей. Что увеличивает потребление оперативки, это не может быть по умолчанию. Чтобы это сделать, нам пришлось бы сделать специальную настроечку, то есть включить возможность получить отображение из родителей в детей и реализовать этот кусок структуры данных. То есть это не тривиальный импромат? Да, немножко нетривиальный. Тем не менее рассматривается кое-что другое. Вот сейчас словари не поддерживают в качестве атрибутов массивы, то есть нет возможности садить дикт-гет-массив. Если бы такая возможность была, а мы ее как раз рассматриваем для реализации, то вы могли бы подготовить данные так, чтобы список детей был заранее в явном виде записан. Да, но в этом случае будет, скажем так, большая дупликация данных. В принципе, с тем же успехом можно сделать таблицу, туда писать всех детей. Если, допустим, 10 уровней, то получается на самом верхнем уровне там будут все, вообще все объекты. То есть в руке, в этом массиве, будут вообще все объекты вселенной. Ну здесь надо в этой структуре данных там обратные ссылочки просто сделать как у ближайших детей. А, сейчас что бы еще подумать. Хотя это такая странная идея, если перечислять ближайших детей в виде массива, а потом сделать функцию, которая по цепочке их всех достанет. Да, вот я имел в виду, что-то такое есть. Ну, я уже понял, что этого нету. Ну, понятно. Примерно. Спасибо. Так, перед нашей автор-пати еще один вопрос официальный будет. Остался еще один вопрос от Олидека. Ну, я хотел пояснить свой вопрос про Redis. Ну, дело в том, откуда растут вообще многие необходимости поддержки протокола Redis со стороны кликхауса. Ну, с моей точки зрения. Кликхаус, он у нас имеет достаточно широкие возможности помасштабирования. В Redis масштабирование – это боль и страдания. Если по-простому. В принципе, это однопоточный сервер, который всегда упирается либо в производительность процессора, точнее, от конкретно одного ядра, либо в производительность ТЛБ, ну, в кэше, соответственно, процессора. И еще одна из проблем, то, что при попытке его, ну, там, расколостеризовать, использовать различные решения, то это все выглядит, как набор костылей и довольно сложный и довольно проблематичный это эксплуатировать в продакшене, да. Ну, постоянно какие-нибудь возникают особенности при работе. При том, что сам, допустим, отдельно стоящий Redis при нагрузке, умещающейся в одни процессы, он вполне устраивает производительность. У кликхауса уже есть коробки, многоподточность нормальная, уже есть, соответственно, распределение, шардирование, дистрибутивные таблицы, да. И хочется использовать это функционал, но при этом иметь там приемлемую латенсию при работе с таким хранилищем. И иметь возможность вот горинодального масштабирования. А с Redis на самом деле это довольно такая болючая история, скажем так. Поэтому я вот пытаюсь пояснить, зачем бы это нужно было бы пользователям. И еще вторая сторона вопроса, это, собственно, разработанный софт, который использует Redis. То есть проще было бы переключить просто на базе существующего, ну, реализованного протокола, там, на ClickHouse, вместо того, чтобы там переписывать этот софт на запросы ClickHouse. Поэтому исключительно из этого и то, что было бы за это. По факту вам нужен просто более хороший Redis, который масштабируется, который умеет работать во много потоков, который как-то более хорошо хранит данные на диске. Вообще, я могу сказать, меня немножечко удивляет, но ничего удивительного на самом деле нету. Сам этот пример Redis. Redis реализован, исходя из минималистичных принципов, исходя из принципов достаточно компактности кода, ограниченности и консистентности функциональности. Но несколько раз в год появляются некоторые продукты open-source, которые как раз заявляют, что они являются более хорошим Redis. Поддерживают протокол Redis, но, например, добавляют масштабирование и распределенные транзакции с использованием встроенного рафта. Или не ограничены объемом оперативки, а хранят данные на SSD. Или тот же Redis, только многопоточный. Вот такие продукты я постоянно вижу на гитхабе, по 2-3 штуки в год появляются. Я не знаю почему, но они все дохнут. То есть все они перестают поддерживаться, а Redis остается. Хотя там функциональность именно весьма ограниченная, и разработка не спешит это как-то исправлять. Там вполне нормально то, что основная разработка один человек, и ну, есть компания, стартап, которая осуществляет коммерческую поддержку, и плюс тулинг там всякий. Но к основной разработке никто почему-то не не заставляет реализовывать всякие штуки, типа более хорошие персистенсы, и все такое. Это первое. Второе, если нужна key-value база, то есть конкуренты, это та же ScillaDB и Tarantul. Их тоже можно рассматривать как альтернатива Redis в области key-value баз данных. И я могу сказать, что на самом деле у Redis как раз есть ниша благодаря тем принципам разработки. То есть эта ниша это скорее такой простой инструмент, но если рассматривать, скажем, SQ Lite, это тоже очень ограниченное по применению продукт, но который находится в применении там в миллиардах разных устройств. Просто нашел свою нишу и хорошо себя в ней чувствует. а для кликхауса ну у нас тоже есть ниша и она не является киевалю базы данных. Я понимаю, просто ситуация такая часто складывается, что Redis начинает использоваться в роли базы данных, которые больше как раз позиционируются кликхаус, поэтому и например есть такое ну есть как раз решение, которое сейчас пытается на базе Redis реализовывать достаточно масштабируемое решение это вот KDB это тоже Redis только как раз в нем реализованная параллельность и сделано довольно неплохо и по-моему хорошо поддерживается и даже продается это решение то есть там расширенный вариант. Но суть в том, что например в нашем кейсе требуется и наличие такой быстродоступной быстродоступного кейвалия хранилища и соответственно SQL-запросы там по информации из базы данных вот такой как Redis конкретно наш кейс такой. Понятно. На самом деле очень разумное предложение то есть все замечания о том, что это не наша ниша и все такое они верные и они нас ограничивают но если вдруг мы вырастем еще больше вполне возможно то, что какая-то часть функциональности такого вида может появиться. Самое главное это не сделать комбайн, который решает много задач плохо. Спасибо. Вот. Теперь у нас официальная часть закончилась. спасибо всем кто смотрел нас на ютюбе подписывайтесь на наш канал. Трансляцию так а как выключить трансляцию я могу это сделать? шоколад. Спасибо.